Глава 1. Перерождение Энтони. У меня не было времени подумать, прерваться или поразмыслить перед тем, как меня окружил мягкий белый свет. Ослепляющая вспышка, воздействующая не только на мои глаза, но и на все мое тело. Ощущения постепенно уходили, пока я пытался собраться с мыслями. Что случилось? Где я? Я вроде как приготовил себе ужин и моих родителей не было дома. Снова я ел в своей комнате, возможно за моим столом, затем было бело. Не могу сказать, как долго я тут плаваю в этом белом свете. Прошло 10 дней или только 10 минут, свет окружал меня, подобно теплому одеялу обхватывая. На неком расстоянии раздался звук, подобной волне. Он достиг меня и когда я его услышал, он просто прошел сквозь меня. Добро пожаловать, Энтони. Ох, спасибо. Такие хорошие манеры, что я аж почувствовал тепло внутри. Ты умер. Вот черт. Бестелесный голос, что ты имеешь в виду, говоря, что я умер. Каким боком ты вообще разговариваешь? А если подумать, каким боком я вообще тебя слышу? У меня прямо сейчас уши есть что ли? Так раз я умер, то это рай. Ну, как бы, тут достаточно удобно, но знаешь, я не уверен, что я хочу оставаться здесь навечно. Успокойся. Вскоре ты очнешься, чтобы испытать повторную жизнь в новом мире. Этот голос ощущался несколько знакомым. Глубокая и грубая интонация, которая успокаивала, но при этом была полна мудрости. Разве это не легендарная бородатая личность, одетая во все белое, которой преданно поклонялись по всей земле? Может ли быть, что ты? Гэндальф. Ты переродишься в мире Пангеры. Судьба и удача определят твою участь. Погоди минутку, Гэндальф. Это. Разве это не звучит круто? А? Перерождение в другом мире? Приключения, опасности и возможности на каждом углу? А там будет магия? Девушки. Вау-вау. Мне надо придержать коней. Нужно успокоиться. Сосредоточься и послушай лорда Гэндальфа. Ты переродишься со следующим статусом. Вот и оно. Уровень. Один. Это как в игре. Характеристики. Сила. Пятнадцать. Стойкость. Двенадцать. Хитрость. Двадцать пять. Воля. Восемнадцать. Ос. Тридцать. Ом. Ноль. Ахоха. А звучит довольно сильно. Ом на нуле. Правда? Это из-за нехватки духа? Почему ты меня так судишь? Гэндальф. Умение. Рытье. Уровень один. Кислотный выстрел. Уровень один. Хватка. Уровень три. Укус. Уровень два. Отлично. Умение. Как волнующе. Только вот. Укус. Кисл Разве эти умения не немного. Странные. Как насчет магии разрушения или вызова межпространственного духа. Вид. Детеныш муравей рабочий фармика. Эй. Эй. Что за нафиг. Гэндальф. Муравей. Не просто муравей. Так еще и детеныш муравей рабочий. Это не то славное возрождение. О котором я подумал. Лорд Гэндальф. Я плохо себя вел в прошлой жизни. Я был слишком жесток со своими друзьями. Да быть этого не может. У меня нет друзей. Вам доступно одно очко умения и одна биомасса. Вперед и проложи себе свой собственный путь. Путь муравья. Проложи свою муравей. Мамашу. Гэндальф. И в этот момент я почувствовал изменения в окружающем меня свете. Постепенно он начал сгущаться и сжиматься. Уменьшаяся давя на меня. Одновременно с этим он начал принимать форму. Постепенно начали формироваться черты и части моего нового тела. К несчастью эти черты не были по моему вкусу. Шесть ног. Две антенны. Сильные мандибулы и большое брюшко. Это определенно тело муравья. Спустя то. Что ощущалось несколькими минутами. Моя форма была полностью сформирована. Мое тело. Все еще белое и несколько прозрачное. Начало обхватываться. Мое сознание. Теперь я был полноценным муравьем. И какого черта мне теперь делать. Гэндальф. Я может и держал муравьев. Как домашних питомцев. Но это не значит. Что я знаю. Что за них делать. Это так работает. Муравьи в питомцах означают. Перерождение в муравья. Во первых. Думаю. Мне нужно постараться во всем разобраться. Первое. Что я заметил. У меня было ужасное зрение. Мне кажется. Я оказался где-то в темном месте. Но от стены передо мной можно увидеть слабое голубое свечение. Правда все было сильно размыто. Каждый раз. Как я поворачиваю голову. Мое зрение начинает плыть. Как будто краски смываются водой. Прежде чем снова собраться в картину. И какое-то сосущее чувство в моем. Брюшке. У большинства муравьев весьма плохое зрение. Некоторые так вообще полностью слепы. Ну по крайней мере я не настолько невезуч. И мне придется полагаться на другие чувства. Дабы компенсировать отвратительное зрение. И конечно же я имею ввиду мои антенны. Я должен. Если я правильно помню. Быть способным чуять запахи в воздухе. И ощущать движение его потоков. Я старательно начинаю махать моими все еще белыми отростками. Чтобы посмотреть. Могу ли я почувствовать что-либо. А это несколько отличается. Я засек несколько запахов. Которые не могу определить. Воздух здесь определенно несколько застоявшийся. Что означает. Что я под землей. Но погодите. Где все мои братья муравьи. Муравьи обычно общаются через феромоны и их чувство нюха. Так ведь. Мои товарищи по колонии должны быть здесь и в готовности поприветствовать своего нового товарища. Разве нет. Почему я не могу их почувствовать. Погодите-ка. Я чувствую дуновение от чего-то поблизости. Я повернулся налево и старательно помахал антеннами в этом новом направлении. Да. Рядом есть что-то. Что пахнет по сути так же. Как и я. Собрав всю собранную информацию воедино. Я могу определить. Что я в длинном туннеле. По одной из стен простирается пульсирующий голубой свет. Туннель. Кажется. Состоит из камней. Разделенных почвой. Очень осторожно. Я начинаю двигаться. В сторону запаха моего союзника. Мои шесть ног начали двигаться. Вначале нерешительно. Но с каждым шагом. Приобретая все больше уверенности. Подходя к повороту туннеля. Я начал что-то слышать. Тяжело разобрать. Это похоже на хруст. Не бойся. Мой товарищ и друг. Какое бы у тебя не было задание. Я здесь. Чтобы помочь тебе. Во славу колонии. Антенны яростно двигались. Пока я приближался к повороту. И просовывал свою голову за угол. Я увидел движение. Муравей лежал на спине. Его ноги медленно вздрагивали. Мандибулы открывались. И слабо хватались за воздух. Но это не все. Что я увидел. Над моим братом я увидел длинную морду. С широко распахнутой пастью. В которой были напоказаны. Выставлены зубчатые изогнутые зубы. Сильные руки схватили слабо борющегося муравья. Подняв его прямиком до этих челюстей. Которые с могучей силой закрылись. Жертва задергалась в молчаливой агонии. А хищник еще несколько раз хлопнул челюстью. Прежде чем поднять голову и сбросить пищу в свой пищевод. Не 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 не. Неа. Что это за чертовщина. Это какой-то ходячий крокодил и ящерный монстр. На конце его тела я мог увидеть огромный хвост. Который бил по земле. Две выглядящие сильными руки все еще сжимали тело его жертвы. Пока мой товарищ. Продолжал дергаться и пытаться двигаться. Но явно это был предел его сил. К счастью монстр был ко мне спиной. Друже. Не смотри на меня так. Что ты хочешь. Что бы я сделал. Сразился с этим огромным крокозверем. Я могу сказать. Что он в 4 или 5 раз больше. Это не колония. Здесь нет других муравьев. Нет команды. Нет поддержки. Нет солдат. Чтобы защищать нас. Рабочих. И что мне делать. Очевидно. Что моя лучшая стратегия в данной ситуации будет. Уносить ноги. До того. Как он закончит страпезы и начнет искать добавки. Мне нужно убежать прочь. Споткнувшись и упав от своих собственных ног. Я повернулся и поспешил в направлении. Откуда и пришел. Бежать. 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 Погодите-ка. А что если я столкнусь еще одним из этих монстров. Идущих по тоннелю в мою сторону. Это будет конец игры. Мужик. Конец игры. Думай. Энтони. Думай. Как муравей. Остановившись слишком быстро. Я снова запутался в ногах. От чего распластался на земле. У меня есть вариант. Чтобы обеспечить свою безопасность. Что делают муравьи. Копают. Использовав свои чуйки. И передние ноги. Я с максимальной скоростью начал ощупывать стены вокруг меня. Вот. Аха. Это секция стены из мягкой почвы. Не из камня. Копай. Будто от этого зависит твоя жизнь. Энтони. Потому что так оно и есть. Подняв передние ноги я с усердием начинаю царапать стену. Мои ноги до сих пор еще белого цвета и немного прозрачные. Слишком мягкие. Чтобы копать эффективно. Хотя погодите. Муравьи ведь все равно не используют ноги. Чтобы копать. Я в первый раз открыл перед собой свои мандибулы. Своим зрением я смог увидеть. Как широкие челюсти раскрылись и закрылись. Мне придется копать своим лицом. Приблизив лицо к стене. Я открываю свои челюсти так широко. Как только могу. И затем со всей силы закрываю их. Мои челюсти еще не полностью затвердели. Однако их все равно достаточно. Чтобы с легкостью прогрызть эту почву. Ха-ха. И я отчаянно копаю. Без перерывов. Без отдыха. Пока не сделал маленький туннель. Достаточно большой. Чтобы уместиться в нем самому. А затем засыпать проход. Заперев себя в темноте. Если меня найдут. То я труп. Дрожа в своем укромном местечке. Я начал размышлять над ситуацией. В которой оказался. А ситуация довольно странная. Новый муравей должен быть рожден внутри колонии. Окруженный союзниками и защитниками. Почему на Пангере я родился один в туннеле с такими опасными зверями. Судя по моему неудачливому товарищу муравью. Я не единственный. Кто угодил в подобную безнадегу. И на ум приходит лишь одно. Набег. Некто атаковал мою родную колонию и сбежал. Прихватив немного нерожденного молодняка. Сочная беззащитная еда на закуску. Пришла прямиком в их родные туннели. Вполне возможно что не тот гигантский крокозверь устроил набег. Он мог перехватить тех. Кто это сделал. И украсть их трофей. В результате меня уронили. Не заметив. А я сумел успешно вылупиться. Что привело меня к нынешней ситуации тряски вокруг. Оружение земли. Надеюсь что меня не обнаружат. Также я не могу отвязаться от мысли. Что я обычный муравей. Длинный всего в несколько миллиметров. Этого безумного крокодила голового зверя. Определенно не существует на земле. И конечно же подобный вид не мог эволюционировать сам собой. А это значит. Что вкупе с игроподобной системой этого мира. Это был монстр. И что я также монстр. В каком то подземном лабиринте. Или подземелье. Как страшно. А у меня есть какое нибудь ядро монстра. Которые придут собирать авантюристы. А упадут ли с меня деньги. Когда я умру. Гэндальф. Это слишком большая сложность. Окажешь хоть какую нибудь помощь. А. Стойте. Он говорил что-то об очке умения и биомассе. Пэпэ. Сразу распишу сокращение. Ос. Очки здоровья. Ом. Очки маны. Он. Очки навыков. Глава 2. Приступая к делу. Мир до нисхождения системы. Теперь для нас тайна. И любые записи о нем пропали. Во время раскола. Или были утеряны в веках. Как эти люди. Оценивали друг друга. Не способные взглянуть на себя с идеальной числовой точностью. Как мы с легкостью можем делать сегодня. Было ли общество более равноправным. Когда ценность человека можно определить с такой точностью. Легко поддерживать строгие роли и структуры. Возможно раньше. Когда ценность каждой личности была туманной. Это давало больше свободы. Больший выбор в жизни каждого. Многие верят. Что система возвысила нас. Дала возможность сражаться против великого катаклизма. Но многие из мудрых ставят под сомнение данное утверждение. Мы знаем. Что мы получили. При нисхождении. Однако более не помним. Что потеряли. Отрывок из страницы 15. Размышления до нисхожденном обществе от Иллариона Еретика. Ну ладно. Так у меня в запасе есть очко навыка и очко тела. Если это ситуация на игровой манер. То мне нужно открыть какое-то меню. Чтобы потратить свои очки и прокачать себя. Впрочем. Как же мне попасть в это меню. М. Поднять уровень. Не. Это не работает. Эскейп. Кнопка эскейп. Ничего. Ну стоило же попробовать. Да. Вздох. Статус. Вау. Имя. Энтони. Уровень. 1. Сила. 15. Сила. Стойкость. 12. Хитрость. 25. Воля. 18. Ос. 30. Ом. 0. Умение. Рытье. Уровень. 1. Кислотный выстрел. Уровень. 1. Хватка. Уровень. 3. Укус. Уровень. 2. Вид. Детеныш. Муравей. Рабочий. Формится. Биомасса. 1. Очко навыков. 1. А вот это уже интересно. Хех. Мой статус. Да. В первый раз. Когда я их увидел. Я подумал. Что на вид показатели высокие. Но. Возможно. Они на самом деле низкие. Не могу представить. Что бы детеныш муравья рабочего имел поразительный статус. И что это за умения такие. Хватка. Значит ли это. Что я могу хорошо держаться за всякое. Хватка. Способность держаться на поверхностях и объектах. Не падая. Например. При ходьбе по стенам. И триумфальное возвращение лорда Гэндальфа. Мой лорд. Мой спаситель. Воистину ваша борода самая роскошная. А брови самые пустые. Так у меня есть некая система помощи. Встроенная в статус. Чтобы объяснять умения. Когда я о них подумаю. Удивительно. Так мое умение хватки повышает мою способность держаться за вещи моими шестью ногами. Включая ходьбу по стенам и потолку. А я совсем забыл. Что муравьи могут это делать. Нужно будет попробовать. Как только выберусь отсюда. Зачем ходить по полу. Если можешь использовать стены или потолок. Интересно. А что делают другие мои умения. Укус. Повышает точности силу укуса при использовании клыков. Мандибол. Или зубов. Рытье. Подсознательно направляет при копании для повышения эффективности и результативности. Кислотный выстрел. Повышает точность при атаке с расстояния с использованием естественной кислоты тела. Ну ладно. На земле было много видов муравьев. Которые были способны стрелять муравьиной кислотой из своей пятой точки. Я должно быть принадлежу к виду монстров муравьев. Стреляющих кислотой. Ну это может быть весьма полезно. Это дает мне возможность атаковать без того. Чтобы приближаться к своему противнику. Ведь такой вариант событий в данный момент. Как мне кажется. Приведет к моему моментальному уничтожению. Так я могу кусаться. Держаться за потолок. Копать и стрелять кислотой. Не похоже на большой набор инструментов для выживания в подобной среде. Чего мне больше всего не хватает. Так это информации. Я и понятия не имею. Где я. Не имею понятия. Что за создания проживают в подобном месте. Кроме муравьев. Подобных мне. И крока зверей. Не имею понятия. Где поверхности ли существует ли она в этом мире. Мне ни с кем не выйти на контакт. Так как я весьма уверен. Что у меня нет голосовых связок. Так что даже если я и найду кого-то. Готового поболтать с монстром муравьем. Диалог будет невозможен. А это значит. Что если я хочу информацию. То мне нужно добыть ее самому. Снаружи. В туннелях. Хайм им им. Страшно. Как же страшно. Гэндальф. Ты хочешь. Чтобы я пошел туда. Где черт знает сколько ужасов. Будучи одиноким маленьким монстром муравьем. Безумие. Полное безумие. Фух. Успокойся. Энтони. Будь спокойней. Паникой никак делу не помочь. Будь рациональнее. Оставайся спокойным. Оставайся живым. Ну и. Последний вопрос. На что мне потратить свои очки. И как это сделать. Вы желаете потратить свои очки навыков. Желаю. Очень желаю. А мудрый и великий Гэндальф. Несущий спокойствие. Несущий свет. Да будет борода твоя еще более пышной. Прямо как было с моим. Своим статусом. В моем разуме раскрылось окно. Очко навыков. 1. Биомасса 1. Вы можете использовать очки навыков. Чтобы приобрести новое умение или улучшить уже имеющиеся. Биомасса может быть потрачена на улучшение или модификацию частей вашей физической формы монстра. Доступные для приобретения навыки. Скрытность. Цена 1. Он. Повышает вашу способность прятаться и незаметно перемещаться. Рывок. Цена 1. Он. Повышает вашу скорость на короткое расстояние. Но увеличивает затраты вашей выносливости. Режущая атака. Цена 1. Он. Более точные и сильные режущие атаки. Жевание. Цена 1. Он. Укусы проникают глубже и вас тяжелее сбросить. Чувство туннелей. Цена 1. Он. Усиливает чувство направления. Когда вы под землей. Доступные для приобретения улучшения тела. Экзоскелет. Плюс 1. Укрепляет ваш экзоскелет. Чтобы повысить устойчивость к обычному урону. Мандибулы. Плюс 1. Укрепляют мандибулы и повышает их пробивающую способность. Ноги 1. Повышает ловкость. Глаза. Плюс 1. Улучшает зрение. Антенны. Плюс 1. Повышает чувствительность к состоянию воздуха и запахам. Кислотное железо. Плюс 1. Усиливает концентрацию кислоты. А выбор то большой. Трудно выбрать. Нужно подумать логически. Более быстрый бег поможет мне сбегать от противника. С чувством направления мне будет труднее потеряться под землей. Жевание и кислота помогут более эффективно сражаться. Но в приоритете я должен держать выживание. Я могу совершенствоваться и расти. Только если выживу. Взяв умение для битвы. Я только самоубьюсь. Если нападу на монстра. Которого не смогу победить. Играмигом закончится. Повышение скорости окончится смертью. Если я буду бежать от чего то. Что быстрее меня. А без информации как мне узнать с какими созданиями я могу драться. И насколько они быстры. Будучи новоприбывшим детенышем рабочим муравьем. Мне нужно предполагать. что я принадлежу к слабейшим созданиям в округе. Ну хорошо, я должен принять решение. Выбираю глаза плюс один и скрытность. Вы желаете приобрести глаза плюс один и навык? Скрытность? Да, пожалуйста. И я сразу же почувствовал, как у меня в глазах проявился безумный зуд, как будто меня одновременно решила укусить тысяча комаров. Гаах, не делай этого со мной, Гэндальф. Я даже не могу расчесать этот зуд, я скорее себе глаза выковырю. К счастью, это продлилось недолго. Спустя минуту я мог прочувствовать, как зуд спадает. Тяжело сказать в этом темном укромном месте, улучшилось ли мое зрение, но я определенно ощущаю, что мои глаза стали немного больше прежнего. Так это модификация тела? Одна минутка и вуаля, ты стал лучше, чем был раньше. Это почти что кажется читерством. Сколько часов усилий требуется человеку на земле, чтобы усовершенствовать себя хотя бы на чуть-чуть. Но даже так, не то что они могли что-то сделать, чтобы улучшить свое зрение. Мне нужно добыть еще этих очков. С достаточным количеством очков улучшения тела, я смогу превзойти свою природную слабость, как относительно самый безвредный вид и проживать более безопасную жизнь в этих туннелях. А почему же я выбрал скрытность и улучшение зрения, спросите вы. Отличный вопрос. Если мы скажем, что слишком опасно предполагать, что я могу с кем-либо сражаться, то также мы можем и предположить, что слишком опасно предполагать, что я смогу убежать от всего возможного, а тогда единственный путь для выживания остается в том, чтобы быть незамеченным с самого начала. Если вас увидели, то вы труп. Я понадеялся на скрытность для того, чтобы жить достаточно долго, дабы я мог узнать больше о том, как выживать в этой среде. А насчет зрения. Ну знаете, довольно ужасно иметь плохое зрение. Будучи привыкшим к человеческому зрению, такая перемена в эти жалкие муравьиные глазки супер ошарашивает. Если что-то не движется, то я едва могу разглядеть. Помните, что муравьи это общественный вид, тысячи, десятки тысяч слабых представителей сходятся, чтобы создать нечто сильное. Каждый отдельный муравей имеет ужасные органы чувств, но когда они все вместе, то от них тяжело спрятаться. Однако же, я один. И как я должен выжить, когда я и о прилегшего поспать дракона могу споткнуться? Это просто нелепо. Я поставлю в приоритет улучшение зрения и не прекращу, пока не смогу замечать таракана, двигающегося по голому камню в пяти метрах от меня. Ну ладненько. Я уже где-то полчаса прячусь, и когда очки потрачены, причин тут прохлаждаться больше нет. Наберись храбрости, Энтони. Иди вперед и исследуй мир. Очень осторожно я откапываю землю, которую накидал, дабы укрыть себя. Со временем я сумел сделать достаточно узкий проход в туннель, в котором я родился, и осторожно сунул туда свою антенну. Похоже, все чисто, я ничего не чую и не ощущаю вибраций, а значит ничего и нет. Я быстро расширил проход и пробрался наружу. Оказавшись на месте, я ничего не увидел ни в одном направлении. Туннель уходил во тьму, слегка поворачивая за угол на грани моего зрения. Путь справа от меня, в котором я видел зверя, поедающего моего товарища, я бы предпочел не посещать, так как я точно знаю, что в том направлении есть угроза, что остается лишь один вариант. Идти налево. Настало время перейти к следующей фазе моего плана. Очень медленно, так как я еще не очень хорошо сориентировался в своих шести ногах, я начал идти к стене, затем начав карабкаться на нее, чтобы потом перейти на потолок, от чего я стал свисать вверх ногами, яростно держась за потолок своими крохотными коготками. Успех. Завладев потолком и перемещаясь вверх ногами, вкупе с моим новым умением скрытности, у меня есть большой шанс остаться незамеченным и проходить мимо без того, чтобы меня заметили. Ва ха 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 ха. Может кровь ударила мне в голову, но внезапно я почувствовал себя более уверенным, чем был прежде. Вперед Энтони. Несмотря на мой воспылавший дух, я продолжал осторожно двигаться вперед по туннелю, используя свои антенны и передние ноги, дабы искать подходящее место, чтобы держаться, прежде чем взяться за него и пройти вперед. На это требуется сосредоточенность, так что скорость относительно маленькая, но меня это устраивает, каждая секунда, прошедшая без того, чтобы на меня напали, ощущается для меня победной. Теперь, когда я могу слегка лучше видеть, я могу лучше разглядеть вещи, которые замечал ранее. По всему туннелю извивались и ветвились, будто виноградные лозы, светящиеся синей линией, как будто через камни шли вены. Где-то потолще, где-то потоньше, настолько тоньше, что почти что незаметно, бесконечно расходясь и снова формируясь вдоль стен. Каждые несколько минут через вены проходил пульс, освещающий весь туннель вспышкой. Было такое чувство, будто туннель был живым, но по какой-то причине свет для меня был успокаивающим, почти что заряжающим энергией. Просто еще одна вещь из череды вещей, которые мне нужно понять в этом мире. Под сиянием туннеля я мог видеть, что мой панцирь начал твердеть и становиться черным. Из своих воспоминаний с хобби хранения муравьев, я вспомнил, что новорожденные муравьи имели мягкий белый экзоскелет, который постепенно затвердевал и приобретал цвет. Похоже, что в стене я просидел дольше, чем думал. Спустя час осторожного пути, я завернул за поворот и передо мной стены туннеля превратились в огромную пещеру. Она огромная. Здесь наверняка можно расположить несколько спортивных полей. Более того, через свои антенны я смог почувствовать колебания воздуха и меня разом атаковали мириады запахов. Монстры. Глава 3. Чудовищные соседи. Рыки, шипения и скрежет от когтей эхом отдавались в стенах пещеры. Волны вибраций били по моим антеннам, отчего немного кружилась голова. Пещера, кишащая зверями, сражающихся и бегающих в ней, казалось была проходом к целой сети пещер. Как можно быстрее я проскочил внутрь, двигаясь в сторону темного укрытия из сталактитов, свисающих с потолка будто наконечники копий. Прижавшись к скале, я остался там, водя своими глазами по округе. Странные синие линии, которые я видел пульсирующими в стенах, также были и здесь, ветвясь и разветвляясь по каждой поверхности, и даже обвивая столпы остроконечных камней, которые были на полу и потолке, освещая все пространство все тем же мягким синим светом. Рядом, в центре открытой области, находился водоем, возможно 20 метров в диаметре, располагающийся на полу пещеры. Присмотревшись, я увидел, что он поддерживается постоянно капающей водой из трещин в потолке, возможно из реки или еще чего-то повыше. Вода, казалось, светилась голубым, освещаясь венами света, находящимися на дне. Однако же то, что заставило мое бедное муравьиное сердце подскочить к горлу, это куча монстров, которых я увидел вокруг водоема. Что это за парад кошмаров, Гэндальф? Тяжело разглядеть детали, скажем спасибо моему отвратительному зрению, но благодаря созданиям, которые были так стильно освещены, пока они пили, я мог разглядеть достаточно. Во-первых, давайте опишем двух ближайших ко мне, они казались каким-то видом собак или волков, каждый из которых обладал хвостом рептилии, простирающейся позади них. Их головы были в виде вытянутой морды, которая, казалось, была заполнена острыми, как бритва, зубами. Два создания пили по очереди, приглядывая друг за другом и делая предупреждающие рыки ко всем поблизости, пока их хвосты протирали землю из стороны в сторону. Рядом с ними я сумел разглядеть еще одного крока зверя, который наклонился, опираясь на передние ноги, чтобы своей длинной челюстью отхлебнуть воды. Другие монстры, казалось, давали зверю немного свободного пространства, да и я бы тоже так сделал. Похоже, что местные создания понимают, что спящий дракон – это хороший дракон. И вдруг я кое-что заметил. Похоже, что вокруг водоема совсем не было конфликтов. Вероятно, обитатели этого места установили негласное перемирие у местного источника воды. Я удивлен. Я никак не мог предположить, что эти ужасающие создания пожелают делить одно место, особенно, если они могут стать еще сильнее, поедая биомассу, как собственно могу и я. Ну раз все так, то подберусь ка я немного поближе и попробую все рассмотреть получше. Очень медленно я приближаюсь к водоему, по одной ноге за раз, придерживая свое тело как можно ближе к потолку. Прогресс идет медленно. Если бы я мог потеть, то с меня бы стекала вода и в этой пещере уже появился бы второй водопой. Я проверяю каждое место опоры и как же медленно махаю антеннами по воздуху. Скрытность достигла уровня 2. Ада-а-а-а. Навык поднял уровень. Как приятно. Это подтвердило мое подозрение, что мои умения могут быть улучшены из-за их использования. В данном случае умение скрытности повысилось от передвижения, пока я остаюсь незаметным для монстров подо мной. А это дает мне огромную возможность. Я могу прятаться здесь и продолжать изучать этих монстров, все это время передвигаясь не спеша, что позволит мне получить информацию, пока я буду улучшать свою скрытность. Ладно, успокойся. Худшее, что я могу сделать, это потерять спокойствие. Я сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться, прежде чем продолжил приближение. Одна ошибка в этом месте будет означать смерть. Я должен трижды проверять все, что делаю. Бой для меня будет мгновенным уничтожением, и я никогда не должен забывать, даже на секунду, что быть обнаруженным, значит быть убитым. Не раскачивай лодку, на которой плывешь, Энтони. Со временем я подобрался ближе к водоему, позволив себе получше разглядеть создание с другой стороны. То, что раньше казалось извивающейся горой существ, теперь оказалось кучей существ, похожих на многоножек, сплетающихся и лежащих друг на друге, пока они пили и сгибали тела, чтобы шипеть и клацать своими заостренными мандибулами. Я едва могу рассмотреть, но похоже у каждой многоножки было две маленьких руки с клешнями, как у крабов или скорпионов, а их длинные тела, покрытые ногами, заканчивались острым концом. Отвратительно. Гэндальф, эти штуки, это огромная отвратительность. Должно быть с десяток из них расположились друг на друге. И от того, как они извиваются и дергаются, меня слегка тошнит. Я отвел свой взгляд. Последний зверь, которого я увидел, было маленьким, прижимающимся к земле созданием, вроде ящерицы, но с длинными, камнеподобными шипами, возвышающимися из ее спины. Все здешние создания выглядят так, будто они по крайней мере угрожающие, но раз другие создания уступают место этому существу. Возможно в этих шипах есть нечто, что заставляет их избегать его. И пусть я прячусь здесь. Меня очень сильно волнует одна мысль, каждая из этих ужасных существ, это возможный урожай биомассы, красный конверт опыта, ждущий, когда его вскроют. Первым делом мне нужно подготовиться. Следующие несколько часов медленно шли, пока я усердно свисал над водоемом, постепенно меняя свое месторасположение так, чтобы остаться незамеченным, изучая то, как существа двигаются, особенно обращая внимание на то, в каком направлении они шли, покидая водоем. Сороконожки потащились в противоположный конец пещеры и, что любопытно, крокозверь тоже. Собаки двинулись в маленький тоннель в южной части, находящийся рядом с тоннелем, из которого вышел я. Шипастая ящерица прошла до стены и начала взбираться на нее, прежде чем скрыться в тенях от моего взгляда. Еще один настенный путник, а я бы назвал тебя братом, если бы мне не нужно было тебя съесть. Хи-хи-хи. Когда существа уходили, их заменяли собой более скрытные среди теней и камней создания. Спустя пару часов я был наконец вознагражден. Скрытность достигла уровня 3. Ну наконец-то. Мои бедные муравьиные коготки требуют перерыва. Это может показаться легким занятием, свисать тут сверху вниз, однако я трачу энергию и ничего не потребляю. Я уставший и голодный. Правда с трапезой придется пока погодить. Еще слишком рано. Я прокрался в свой туннель и добрался обратно до своего тайного гнездышка. Фух. Закрываясь в этом пространстве, только тогда я чувствую себя в безопасности. Может это муравей говорит во мне? Да неважно. Настала пора еще немного поработать. Я начинаю расширять пространство и освободившуюся землю использую, чтобы закрывать туннель со стороны пещеры. Используя свои мандибулы для переноса земли, я прижимаю ее своим телом, чтобы утрамбовать. Что странно, это успокаивало. Обычно, когда колония устраивает свое гнездо, они раскладывают рыхлую землю вокруг входа наверху, создавая холмик, чтобы вода не попала внутрь. Я не хотел этого по нескольким причинам, по поводу дождя мне не надо волноваться здесь внизу, а во-вторых я не хочу, чтобы кто-то знал, что здесь есть муравей. Так что мой план состоит в том, чтобы закрыть туннель с обоих сторон, оставив маленькую щелью потолка для себя, через которую я смогу проходить. Тогда, надеюсь, получится отговорить создание побольше загонять меня сюда в мое укрытие. Они, конечно же, могут пройти напролом, это же в конце концов просто земля, но, надеюсь, они не станут себя этим утруждать и попытаются найти другой путь. Спустя некоторое время, рытье достигло уровня 2. Ха, теперь я могу копать еще быстрее. Спустя несколько часов перетаскивания земли, у меня получилось полностью закрыть одну сторону туннеля, оставив маленькую щелью потолка. А еще мой рытье достигло уровня 3. Я измотан, настала пора прилечь. Закрыв вход в мое гораздо более просторное и укромное местечко, я расслабил свои ноги и разместил свое тело на мягкой земле. Я так голоден, у меня крутит и сдавливает живот. Я знаю это ощущение, потому как, когда моя семья не отсылала деньги на проживание или забывала положить еду в холодильник, с голодом я не на вы. Но пока что придется подождать. Когда я проснусь, то пойду на охоту за моей первой жертвой. И я уже выбрал свою цель. Глава 4. Первая добыча. Я так, так голоден. Расположившись на потолке пещеры с коготками, вцепившимися в холодный камень, в моей голове лишь одна мысль. Еда. В моем разуме проносятся всевозможные вкусняшки, которые я смог попробовать в своей прошлой жизни. Шоколад, торт, стейки, хлеб. Да, даже хлеб. Я уже два дня ничего не ел и голод заставляет мой разум разыгрывать меня. В последний раз, как я видел крока зверя, я мог поклясться, что он выглядел, как корова, и я чуть не свалился на него с потолка. Сороконожки выглядели, как куча лапши. Мне нужно разрешить эту ситуацию, пока я не убил сам себя, выкинув то, чего делать не должен. Два дня. Я подготавливал все целых. Два дня. Я в малейших деталях изучил каждый уголок этого конца пещеры. Я столько времени потратил, свисая сверху вниз над водой, что чуть не уснул и не упал в нее. Это было бы плавание, которым я не насладился бы. Приятным моментом моего такого времяпрепровождения стало то, что мои прятки повысили мой навык до четвертого уровня. А благодаря затрате остального времени на раскопки моего укромного жилья, еще и рытье достигло третьего уровня. Муа ха 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 ха. Я готовлюсь, я расту, я голодаю. Эх, эти умения в своей основе бесполезны, я в курсе этого, ясно? Я знаю об этом. И я буду использовать все, что у меня есть. Надеюсь, скоро я смогу получить свою первую жертву охоты. Моя антенна внезапно дернулась. Цель близко, я могу ее почувствовать. Сконцентрировавшись, я попытался сфокусировать свой взгляд. В данный момент я расположился вдали от водоема в темной части пещеры. Освещающие вены, проходящие через стены, здесь обрываются, уступая место мрачным теням. Моя цель охоты использовала стену в этой части пещеры, как дом, где он может спуститься вниз на землю, чтобы раз в день отпить воды из водоема. Изолированные от других существо, с предсказуемым передвижением, которое, как я думаю, я смогу сразить. Какая редкость? Это создание, черт побери, из редких. Погодите, я вижу его. Вниз по стене осторожно спускалась бронированная ящерица. Он гнездился в скалах под самым потолком, у меня не было возможности ясно разглядеть, чтобы точно определить где, так что я не мог сказать, когда он начнет идти, но могу теперь, так что настало время привести мой план в действие. Двигаясь в спешке, ну или так быстро, как я могу, оставаясь незаметным, я ползу в сторону темного уголка над созданием. Мой желудок урчит, требуя максимально ускориться. Не волнуйся, желудочек, я тебя не подведу. К счастью, бронированная ящерка двигается довольно медленно, особенно по вертикальной поверхности, так что я оказался в позиции для удара. Теперь бронированная ящерица была прямо подо мной, смотря в противоположном направлении. Большие шипы, выступающие из-за его спины, кажутся такими твердыми, будто сделаны из камня. Ох, готов поспорить, если угодить на них, простой царапиной все не ограничится. Я не могу сейчас начать думать в негативном ключе, мой желудок рассчитывает на меня. Медленно, ох, как же медленно, я двигаюсь над целью, мои глаза, это глаза охотника, орла, тигра. Мне нужно дождаться момента атаки, время решит все. Сейчас, в одно мгновение я изгибаю свое тело, прицеливаюсь, и стреляю струей кислоты прямо в цель. Жидкость с огромной скоростью распространяется в воздухе, разбрызгиваясь по стене и покрывая бронированные ноги ящерицы. Безупречная атака. Ха, моя тайная практика по стрельбе принесла свои плоды. Создание зарало от боли, когда кислота начала жечь его ноги, он попытался обернуться и найти атакующего, но я уже помчался, побежав по стене над ним, все мысли о скрытности улетели в форточку. Теперь настала пора второй фазы моего плана. Ящерица увидела, как я приближаюсь, и попыталась развернуться, раскрывая клыки и склоняя вперед свои грозные шипы, стараясь прикрыть как можно большую часть своего тела. Ящерка, это неподходящее место битвы для тебя. Ты хочешь сразиться со мной здесь на стене? С моим невероятным уровнем хватки третьего уровня. Эта стена для меня легкая прогулка, а еще я проворный и легкий, а ты тяжелый и медленный. Как хорошо ты сможешь здесь маневрировать с твоими обожженными кислотой ногами. Все равно хочешь столкнуться со мной? Ну ты сам напросился. И пусть я так выражаюсь, я все равно в полном ужасе. Моя первая битва, моя первая охота. Я не могу оплошать здесь или моя жизнь окончится, мне нужно сосредоточиться. Ящерка готовится к ближнему бою, но как раз перед тем, как оказаться вблизи, я внезапно разворачиваюсь и снова выстреливаю кислотой. Ха-ха. Не ожидал, да? Крепко хватаясь за стену, я яростно двигаю своими шестью ногами, чтобы переориентировать себя на бой, пока ящерка рычит и шипит от того, что кислота продолжает обжигать ее ноги, а теперь обжигает и лицо. Однако же на этом все не закончится, моя кислота все еще слаба и недостаточно сильная, чтобы самостоятельно сразить это создание. Когда я приближаюсь, мы начинаем наш неловкий танец на стене. Ящерка пытается протянуть вперед свои ряды шипов, прежде чем отступить, а я щелкаю своими мандибулами, стараясь ухватиться за ногу или лицо. В воздухе вибрируют звуки нашей битвы, отскакивая от каменных стен и столпов, сотрясая воздух вокруг моих антенн. За последние несколько дней я увидел более, чем одну битву, в которой начинали принимать участие новые участники, так как изначальные бойцы уставали. Я не могу позволить этому затянуться. По мере того, как мы скачем вперед и назад, я могу видеть, что ящерка передо мной начала тяжело дышать. Энергия, требуемая для поддержания ее тела на стене во время битвы, уходит бурными темпами. Самое время. В отчаянии ящерица внезапно рвется вперед, шипами целись прямиком в мои все еще жалкие глазоньки. Мне нужно уклониться. Во внезапной идее я протягиваю ноги в стороны, прижимая свое тело к стене. Чтобы держаться под таким углом, моим крохотным коготкам требуется вся сила, однако это срабатывает, шипы проходят прямо над моей головой. Это шанс. И прежде, чем ящерка отступит, я бросаюсь вперед, мандибулы широко раскрываются и сжимаются на голове моего противника. Он издает рев боли, пока мои челюсти продолжают сжиматься, а я ожесточаю свое сердце от его боли. Прости, ящерка, ты обязана стать моей едой. А теперь финальная фаза. Собрав все силы и собравшись с духом, я отталкиваюсь от стены. С головой, захваченной в моих челюстях, ящерка начинает отрываться от стены, пока я свисаю на ее голове. Чешуйчатые ноги, елозящие и царапающие камень, но обгоревшие от кислоты и измотанные от битвы, попросту не могут удержать ящерицу вместе с дополнительным грузом. И вот, мы падаем. Бум. От удара я на мгновение растерялся и ослабил хватку на моем противнике, но это также часть моего плана. Лежа на своей спине, я очень уязвимый, мне нужно как можно скорее встать на ноги. Мои шесть ног отчаянно начинают дергаться в воздухе и у меня выходит раскачаться, пока наконец я снова не оказался ногами на твердой земле. Сфокусировав взгляд, я смог увидеть свою бедную цель охоты, которая упала в гораздо более тяжелых условиях. Длинные шипы и крепкая броня ящерицы угодили прямиком в ловушку, которую я тщательно откапывал после прошлого посещения ящеркой водоема. Ну теперь то ты видишь это, глупая ящерка, это изобретательность человеческого разума вкупе с моим навыком рытья третьего уровня. Я специально на дне ловушки сделал почву рыхлой и мягкой, чтобы длинные шипы погрузились в землю, ограничив ящерку так, что ее ноги остались в воздухе, без возможности сбежать и, несомненно, перед моими затуманенными глазами была моя пойманная жертва охоты, своими лапами царапающая воздух, пытаясь снова и снова безуспешно перевернуться. Это стратегия, которую я вынашивал два дня. Использовал все свои способности, стрелял кислотой, бился на стене, применял мандибулы, мой человеческий интеллект и даже мой навык рытья, чтобы суметь превзойти противника. И даже так, чтобы заставить ящерицу упасть на его спину, мне пришлось пойти на опасный шаг. К счастью, у ящерки были такие неизменные привычки, а ходил он каждый раз по одному и тому же пути, иначе моя идея с ловушкой провалилась бы. С обездвиженной добычей я начинаю расслабляться. Использовав остатки кислоты, я делаю еще два выстрела прямиком в мягкий живот ящерки. Кислотный выстрел достиг уровня 2. Так быстро, Гэндальф, может мои навыки повышаются более активно, когда используются в боевых ситуациях вместо повседневного использования. В конце концов мой навык скрытности потребовал столько времени для повышения своего уровня, когда я часами прятался от множества созданий. Есть о чем подумать, после того, как заполню свой бунтующий желудок. Я надеялся, что использование кислоты на ящерицу освободит меня от надобности кусать это создание до смерти, но природа не так мила сердца. Терпя его крики долгих 10 минут, я собрал всю решимость и использовал свои мандибулы, чтобы им закончить работу. Укус достиг уровня 3. Факт забирания жизни немного удручает, но повышение уровня навыка кажется весьма неплохим вознаграждением. Глава 5. Победитель получает лавры. Я охотился, я сражался, я заслужил победу. Довольно неоднозначное ощущение. Боль и страдания, которые я перетерпел, чтобы достичь этой цели, ничего не напоминает из моей прошлой жизни. Да я и не могу припомнить этого удовлетворения, этого триумфа. В основном я помню чувство опустошения. Вы сразили уровень 2. Спинета Лацертас. Вы получили опыт. Вы достигли уровня 2. Награда 1. Очко навыка. Гэндальф. Ты с чего внезапно такой болтливый? Достиг второго уровня. Да, фантастика. Так это ящерка, это спинета Лацертас. Какого черта это значит? Это имя смутно напоминает латынь. А если подумать, мой же вид был описан, как формица. Если припомнить мое хобби содержание муравьев, формица это же латинское название лесных муравьев. Все существа здесь названы латиницей. Это кажется странным. Некоторые вопросы стоит пока что отбросить, пока другие были сейчас отвечены. Во-первых, я теперь знаю, что могу повышать свой уровень, если буду получать опыт, побеждая других существ здесь. Во-вторых, я знаю, что при поднятии уровня получил новое очко навыка. И в-третьих, я узнал, что это также истина и для других существ здесь. Так как эта спинета имела второй уровень, то я могу предположить два варианта. Либо он был рожден со вторым уровнем, либо он уже сумел один раз поднять свой уровень. Нужно будет потом еще подумать об этом. Пока что у меня есть две вещи, о которых стоит поволноваться. Во-первых, я не могу оставить свою добычу здесь, в открытом месте, если вдруг других существ привлечет запах. А во-вторых, я голоден. Мне нужно поесть. Не ожидая больше ни секунды я рванул в мою яму и приблизился к ящерице. Рядом с ожогами и обуглившейся от моей кислоты плотью можно увидеть сломанные конечности и раны от моих укусов. Это и правда выглядит очень жалко. Мне жаль, ящерка. Мне правда жаль, ты не заслуживала такую судьбу. Однако же, раз смерть уже произошла, теперь я отведаю своего первого блюда. Знаете ли вы, что у муравьев рот в нижней части его лица? Большинство людей думает, что мандибулы есть рот, или что рот расположен за ними, но это не так. Мандибулы – это скорее руки, прикрепленные к голове, а рот же находится под ними. Я откусил кусочек. Им-м-м-м этот аромат, как же мне его описать? Отвратительно. Это весьма отвратительно. Несмотря на большой голод, я чувствую, как эта не очень приятная еда заставляет ежиться мое тело. Вы употребили новый источник биомассы. Спинета Лацертас. Награда 1 биомасса. Основной профиль Спинета Лацертас разблокирован. Голос Гэндальфа. Меня еще раз почтил ваш пренебрежительный тон, а великий. Столько всего за такое короткое время. Этого достаточно, чтобы вскружить голову. Придется размышлять, пока ем. Видимо я буду получать одну биомассу каждый раз, как буду охотиться на новый вид существ, а еще я смогу разблокировать профиль. Основной профиль и как мне получить к нему доступ. Надо будет позже поэкспериментировать. Я как можно быстрее покончил с ящеркой и теперь чувствую себя сытым. Могу сказать, что мое тело, а точнее моя задняя часть, раздулась до гораздо большего размера, чем было прежде. Когда я закончил с едой, меня ждал еще один сюрприз. Вы получаете одну биомассу. Еще одну. Воистину мои трофеи с этой охоты весьма обширны. Единственное, что я сейчас мог сделать, когда наконец добился успеха и получил такую награду, это отступить в свое гнездышко и обдумать свой следующий шаг. Помахивая своими антеннами, чувствующим воздух, я еще раз взобрался по стене, направляясь к потолку и пробираясь назад над водоемом в сторону туннеля, в котором был сделан мой дом. Вокруг воды по-прежнему крутится куча монстров, но они слишком сосредоточены на том, чтобы поглядывать друг на друга, вместо того, чтобы поднять взгляд и заметить меня. И таким образом я вернулся в безопасное место. Забившись в более-менее безопасное место, я могу теперь уделить время тому, чтобы проанализировать ситуацию и просчитать следующий шаг. Ладно, первым делом проверим мой статус. Статус имя. Энтони. Уровень. 2. Сила. 15. Стойкость. 12. Хитрость. 25. Воля. 18. Ос. 30. Ом. 0. Умение. Рытье. Уровень 3. Кислотный выстрел. Уровень 2. Хватка. Уровень 3. Укус. Уровень 3. Скрытность. Уровень 3. Мутации. Глаза. Плюс 1. Вид. Детеныш. Муравей. Рабочий. Формиться. Очко навыков. 1. Биомасса. 2. Ха-ха. Зацените мой невероятный рост. Несмотря на все сложности в начале, я сумел выжить, добыл себе первую пищу, поднял уровень и улучшил навыки. Я очень горжусь этим результатом. Несмотря на все шансы, я выживу. Это намерение огнем горит в моей душе. А теперь мне нужно принять весьма важное решение, на что потратить 2 очка биомассы. Нужно будет внимательно обдумать варианты глаза. Из любви к Гэндальфу улучшить свои глаза до плюс 2. Вы желаете улучшить глаза до плюс 2? Цена 2 биомассы. Сделай это. И сразу же мои глаза покрыло дикое, невыносимое ощущение зуда. И я могу вытерпеть его, упав на спину и катаясь туда-сюда, царапая стену своими коготками. Как же я ненавижу это ощущение. Наконец зуд спал и я сразу же мог сказать, что мое зрение еще раз улучшилось. Ну правда, зрение бедных муравьев весьма удручает, когда ты привыкший к человеческим глазам, приходится мириться с этим расплывчатым зрением, которое едва может кого-либо разглядеть, пока он не двигается. Оглядевшись, я могу сказать, что мое зрение по-прежнему не такое хорошее, как у обычного человека, но гораздо лучше того, с чего я начинал. Объекты по-прежнему расплывчатые, но помахав лапкой перед своим лицом я смог понять, что моя способность разглядеть движение немного улучшилась. При таком прогрессе, думаю, мне понадобится зрение плюс 4, прежде чем я смогу видеть так же хорошо, как в своей прошлой жизни. Возможно даже плюс 5. И так как следующее улучшение наверняка потребует 3 биомассы, так как текущая потребовала 2, то пройдет много времени, пока я смогу достигнуть 4 уровня. Про 5 я вообще молчу. Придется некоторое время мириться с моим текущим уровнем зрения. Однако я доволен этой покупкой. Моя способность разведывать, как и сражаться, улучшилась от ее, и я стал ближе к тому, чтобы действовать, как независимый муравей, которому для выживания не требуется массовая помощь колонии. А теперь нужно потратить мое очко навыка. Я уже некоторое время размышлял над этим, еще с момента, как увидел его. И так как мой приоритет по-прежнему в сборе информации, разведке и выживании, нежели в прямом увеличении боевой силы, это умение будет весьма важным для меня. Чувство тоннелей. Улучшив мое ощущение направлений, я смогу уйти дальше от дома для получения информации. Однако же существует риск из-за того, что я не повышаю свою способность сражаться и охотиться за едой, а от этого и рискую поставить себя в битвах в более невыгодную ситуацию. Но все же я продолжу свою политику разведки и исследования. Стоит вспомнить, что моя способность сражаться по-прежнему мусор, абсолютный мусор, на самом дне мусорного ведра. Использование очка навыков боевое умение не перевернет ситуацию в один миг. Выживание на первых, вторых и третьих местах приоритетов. А чтобы выжить, нужно знание, а без знания я не могу надеяться найти добычу, которую смогу сразить, или избегать тех, кто для меня опасен. И я по-прежнему ничего не знаю об этом месте. Это какая-то сеть подземных туннелей, населенной монстрами, по стенам которой простираются светящиеся линии и по какой-то неведомой причине здесь есть некая игроподобная система с поднятием уровней и системой мутации от биомассы. Разве этот мир не шизанутый немного? Я не видел тут ни одного человека, или каких-то свидетельств их существования? Возможно ли, что все это место населено монстрами? А есть ли кто-то на поверхности? Или этот мир полностью состоит из подземных форм жизни? Слишком много вопросов, и все эти загадки заставляют меня слишком сильно нервничать. Мне нужно развеять недопонимание своей ситуации. Чувство туннелей позволит мне пройти дальше и даст вернуться в единственное место, которое относительно безопасно, в мое гнездышко. Вы хотите изучить навык чувства туннелей? Цена 1 очко навыка. Да, по мне прошлось теплое щекотливое ощущение, будто вода, которая бежит по моим волосам в душе, только оно пошло дальше, глубже, внутрь моей головы. Возможно я не заметил этого прежде, так как вместе с приобретением навыка улучшал свои глаза. А это гораздо более приятно, чем мутация глаз. Одна лишь мысль о том зуде отправляет по моей спине холодок. Вскоре ощущение спало и чувство туннелей было изучено. Я не могу сходу же сказать, что изменилось, надеюсь, оно вскоре проявит себя во время исследований. А теперь, в первый раз с полным животом, я прилягу отдохнуть, восстановить силы, а затем выдвинусь к новым границам. Скрытно, конечно же, глава 6. Разведка опасное занятие. Хотя многие из современных королевств громко объявляют о своем триумфе над расколом и о предначертанности их великой судьбы, Колледж рассматривает этих самописанных монархов такими, какие они есть, детьми, играющими в замки на руинах гораздо более великой цивилизации. Также за много лет стало ясно, что последствия на психике человека от раскола – это страх. Наша раса может никогда уже не освободиться от ужаса, который возник, когда земля под нашими ногами стала нашим врагом, тем местом, откуда вылезают наружу наши кошмары. Вырезка из записи Колледжа Легиона Томвы. Года 213-289 ПР. Как следует отдохнув, наполненный радостным и счастливым ощущением того, что впервые в этом мире я в своем замкнутом пространстве и в сытости, я проснулся бодрым и готовым осторожно приступать к следующим испытаниям. Мне нужно дальше исследовать пещеру, добыть больше информации о моей ситуации и попытаться определить свою следующую жертву. Однако перед этим есть кое-что, что я хотел бы попробовать первым делом. После того, как я поел, Гэндальф проинформировал меня о том, что я разблокировал основной профиль спинеты Лацертас. А я даже не пытался получить доступ к этому профилю, пора поэкспериментировать и посмотреть, могу ли я узнать что-нибудь, разблокировать. Доступ к профилю. Сезам, откройся. Спинета Лацертас. Спинета Лацертас. Колючая ящерица. Острые шипы содержат мутированный яд. Ура. Получилось. Так Спинета Лацертас переводится как колючая ящерица и что это за остальная информация? Острые шипы. Содержат яд. Разве с первого взгляда на этого паршивца это не было очевидно? Ну это же основной профиль в конце концов. Возможно, если я буду охотиться и поймаю еще, я смогу получить доступ к более детальному профилю с более полезной информацией. Ну тогда настало время для следующей задачи. Выйдя из своего укрытия, я прохожу по потолку над водоемом, располагающимся между камней. Мои глаза встречает уже знакомая сцена, кучка монстров и видов, которых я видел прежде, собравшихся на краю воды, будучи насторожив отношении друг друга, попивающих воду из светящегося водоема. На самом деле, с моим новоприобретенным зрением плюс два водоем как будто светится немного ярче, чем делал это прежде. Самое любопытное во всей этой ситуации в том, что все эти монстры собрались здесь, чтобы попить, однако же у меня за мои несколько дней, что я был в этом муравьином теле монстра, не было ощущения жажды. И раз я тоже монстр, как и эти существа, что заставляет их пить воду из водоема, когда я не чувствую в этом нужды. В них что-то отличается, или во мне. Следующая миссия на сегодня – расследовать. Я сделаю самый храбрый, смелый, возможно глупый шаг для того, чтобы пролить свет на эту тайну. Продолжая свое продвижение в этом уже привычном темпе, я спустился с потолка по ближайшей стене, пройдя вниз прямиком на пол пещеры. Затем я пошел. Вначале медленно, но с возрастающей уверенностью, пока каждый шаг приближал меня к водоему. Первой меня заметила ящерная гончая – волкообразное существо с длинным хвостом рептилии, а здесь и правда очень много ящероподобных существ. Огромный крокодиловый монстр и шипастая ящерка, на которую я ранее охотился, тоже имеют черты ящериц. Это какой-то шаблон, когда гончие увидели меня, они сразу уже начинали рычать, слегка меня шокировав, но затем произошло нечто странное, когда я продолжил подходить, гончие начали медленно расступаться и освобождать место для меня, казалось будто они почти что боялись. Я осторожно поглядывал на волков и продолжал приближаться к воде. Пока я делал шаг за шагом к свечению из водоема, мое присутствие заметило куча многоножек и их реакция очень отличалась. Когда они увидели меня, сплетающийся клубок из существ начал яростно шипеть и с еще большей скоростью лезть друг на друга. Из этой кучи вышло одно из существ и на несколько метров подползло в мою сторону на своих тонких ножках. Затем оно начало принимать позы, шипя и клацая выглядящими острыми мандибулами и коготками. Однако он не приближался еще больше, не атаковал. Фух. Я был в ужасе, когда они начали шуметь. Их в куче должно быть было шесть или семь. Если бы они попытались атаковать, то мне пришлось бы со всей дури уносить ноги. К счастью у источника воды поддерживался мир. Есть всего одна причина, по которой кто-то, вроде меня, помешанный на выживание, рискнул выйти сюда в открытую. Всего одна причина, по которой я показался перед всеми этими созданиями, которые очень быстро могли бы меня убить. Ни разу я не видел, чтобы существо, приходившее, пьющее или уходящее, было здесь атаковано. Ни разу. Я видел и слышал много возникающих конфликтов за те два дня, что я провел здесь, выслеживая бронированную ящерку, однако я ни разу не видел ничего подобного здесь. В этом источнике воды есть нечто важное и я не думаю, что оно связано с поддержанием уровня жидкости. В конце концов я не чувствую какой-либо потребности в питье. Психология монстров в этом мире не кажется такой уж простой. Я продолжил движение, пока не достиг края водоема. Свечение здесь вблизи такое яркое, что тяжело что-либо разглядеть в воде, даже с глазами плюс два. Пульсирующие линии на полу пещеры, кажется, сходятся в центре источника воды, прямиком на дне водоема, и наиболее интенсивный свет исходит именно из этого места. Сама вода, казалось, текла и двигалась по странному кругу, несмотря на отсутствие какого-то влияния или течения. Почти как лавовая лампа, водоем, казалось, двигался и крутился сам по себе. Игнорируя продолжающиеся шипения и позирования от глупых многоножек, я склонил свой рот над водой и попробовал, жжется, ё-моё, оно жжется. Что это такое, соляная кислота? Обжигающие ощущения вошло в мой рот и протекло прямиком через три части моего тела до моего желудка, от которого жар начал проникать в кровяной поток, пока само моё наружное покрытие стало ощущаться, будто угодившие в огонь. Уээээууч. И за этим, вы, существа, приходите сюда? За этой болезненной, обжигающей водой смерти. Да что с вами всеми не так? Это пещера мазохистов. Жжение понемногу начало спадать и я не мог не посмотреть недоверчиво на других созданий вокруг водоёма. Какого чёрта вы все тут делаете? Множество пар глаз посмотрело на меня в ответ, я аж засмущался. Ещё раз изучив медленно плывущую передо мной воду, я увидел плотный свет, как бы подвешенный внутри, будто медуза, прозрачный, но в то же самое время и нет. Я задумался, внимательно изучая своё состояние. Я не чувствую себя хуже. Я быстро открыл свой статус и проверил здоровье, никаких изменений. Странно. Это действительно странно. Каким боком этот водоём как-то привлекает всех этих монстров? Это должно быть важно, иначе с чего вдруг в этом месте образовалось негласное перемирие? Но ответа не стоит ждать. Не то что мои соседи по водоёму в настроении поболтать. Чувствуя себя ещё более озадаченным, чем до того, как я попробовал воды, я приготовился уходить. Но перед этим я не удержался от ещё одного глотка. Ха. Жжётся. Ха. Тьфу. Тьфу. Ух. Ужасно. Любопытной варваре нос оторвали, как говорится. Я начал уходить, вначале медленно, отступая спиной вперёд и наблюдая за реакцией моих приятелей по пятью. У большинства созданий, казалось, отлегло, когда они увидели, как я ухожу, двинувшись так, чтобы закрыть место, которое я оставил, и вернуться к пятью воды. Эти тупые многоножки до сих пор пыжатся и строят позы, пока я ухожу. Я почти что могу слышать, как они сыплют оскорблениями в мою сторону, потому, как они царапают поверхность пещеры и притворяются, что начинают бежать на меня и вам того же, глупые многоножки. Добравшись до уютной тени, я рванул по стене, не снижая скорости, пока не достиг своего самого безопасного состояния, скрывшись в тёмном углу на краю пещеры. Ах, я дома. Надеюсь, мне не скоро надо будет его покидать. А теперь, когда я, худо-бедно, исследовал тайну водоёма, настало время дальше изучить пещеру и начать обрисовывать карту этой сети пещер, используя своё новое чувство туннелей. Я продолжил двигаться в тенях по краям пещеры, избегая наиболее ярких участков световых вен, скользя между столбами тёмного камня, которые протягиваются от пола до самого потолка, как будто копья пробили землю или были забиты сверху. Придерживаясь такого поведения, я отхожу всё дальше от водоёма и родного дома. Вдоль стен пещеры я могу видеть туннели, уходящие во тьму, некоторые из большие, некоторые маленькие. Я приблизился к нескольким из них и почувствовал странные потоки воздуха. Кто знает, что скрывают эти незнакомые туннели. Я шёл ещё 10 минут, совершая медленный, но уверенный прогресс. Я могу видеть, как пещера начала расширяться, так как я больше не могу одновременно разглядеть обе её стороны. Я начал осторожно двигаться через центр в обе стороны, пока шёл вперёд. Вау! Передо мной появился огромный проход. Располагаясь в 30 минутах пути от водоёма, этот проход огромный, простирающийся почти от самого пола до потолка пещеры и такой же в ширину. Он явно уходил вниз, проводя в ещё более глубокие места. Но есть нечто странное в форме камня. Это ступеньки. Пэ-пэ-пэр. После раскола. Что-то вроде нашей эры. Глава 7. Сожители. Ну это же точно лестница, да? Не веря своим крошечным глазам, я приближаюсь к проходу в пещере, чтобы внимательно изучить эти ступеньки. Определённо есть впечатление, будто ступеньки вырезаны прямо в скале. А теперь вопрос, Энтони, кто именно мог быть ответственен за вырезание ступенек прямо в камне? Ну конечно же люди. Людская цивилизация. Это первое реальное доказательство существования каких-либо гуманоидных существ в этом мире. Фантастика. Я не могу ничего поделать, чтобы не быть взбудораженным и немного взволнованным. Интересно, а живёт ли здесь кто-то из фэнтезийных народов? Увижу ли я дворфов, а эльфов? Самой идеей о пышных в некоторых местах эльфийках почти что достаточно, чтобы сделать меня легкомысленным. Становится всё более и более интересно. И почему кто-то потрудился вырезать ступеньки в этом тоннеле, но не в других? Это риторический вопрос. Этот тоннель часто используют, так что нужно, чтобы по нему было удобнее спускаться вниз. А это означает, что наверняка где-то неподалёку есть ещё ступеньки, но уже ведущие наверх. Возможно, по пути на поверхность я быстро вскарабкался на стену и приблизился к ступенькам, ведущим вниз. Вау! Это действительно первая возможность сравнить мои габариты с объектом, который я могу соотнести со своей прошлой жизнью. Если предположить, что жители этого мира, грубо говоря, тех же размеров, что и в моём старом мире, тогда, сравнив мой размер со ступеньком, я смогу грубо определить, насколько я большой. Всё, что мне нужно сделать, это встать на эти ступеньки. Хайм и мым. Думаю, я немного меньше, чем мне казалось изначально. Судя по высоте и длине каждой ступеньки, могу сказать, что в высоту я достигаю колена взрослого человека, а в длину, грубо говоря, буду равен полному шагу, то есть, где-то метр. Но погодите-ка. Это означает, что монстры, которые выглядели такими ужасными и огромными для меня, с точки зрения людей, будут довольно маленькими. Волк, вероятно, будет по пояс, шипастая ящерица ещё более маленькая, чем я, размером, как барсук. А ужасный огромный крокозверь будет ниже плеч. Все монстры в этой области на самом деле очень слабые. Думаю, логически, было бы замечательно, если это так, так как я не смогу выжить, если они будут сильными. И это повышает шансы того, что где-то в этом подземелье есть более сильные, более крупные и более могущественные монстры. Я приложу все усилия, чтобы их избегать. Да не пересекутся же никогда наши пути. Ну ладно, так как более могучие создания наверняка живут глубже в этом подземелье, ведь именно так это работало в играх, а этот мир подозрительно походит на них, так что я буду исходить из того, что наиболее безопасные места расположены близко к поверхности. Я решительно поворачиваюсь и иду дальше по пещере. Да, я то тут, то там вижу ещё следы работы. То и дело появляется ступенька, вырезанная на полу, чтобы было удобнее ступать, также я довольно часто стал замечать вырезанные участки на стенах на уровне человеческой головы. На самом деле, чем дальше я продвигаюсь, тем больше следов цивилизации вижу. Земля всё больше и больше начинает идти вверх. Возможно ли, что поверхность близко? Оглядевшись, я смог увидеть, что от этой части пещеры исходит мало туннелей, даже самых маленьких. Также пульсирующие вены света на стенах стали реже и тоньше, из-за чего пространство немного темнее, чем в пещере. Идеально для такого скрытного существа, как я. Я продолжу изучать местность. Сердце застучало в груди. Я действительно могу столкнуться и увидеться с кем-то из другого мира. У меня столько вопросов, а как они выглядят? Какой они расы? Знают ли они магию? Есть ли какая-то гильдия авантюристов, которая исследует подземелье? Может я смогу связаться с ними как-то? Возможно язык жестов или какой-то танец работают? Это может стать прорывом в человека-муравьиных отношениях. Как часто они встречали разум человека, запертого в теле монстра? Возможно я первый в своем роде. Пещера стала более узкой, ступеньки стали более частыми, а наклон все круче. И это на самом деле то самое? Думаю, да. Солнечный свет. Мои антенны восторженно прорезают воздух, пока они впервые пробуют на вкус тусклый, отраженный солнечный свет. Поверхность должно быть очень близко. Я продолжил идти вперед, в предвкушении вдохнуть воздуха поверхности в этом новом мире. Постепенно я смог увидеть источник света впереди, отражающийся на камнях и проникающий в пещеру. Ааааа, еще больше человеческих строений. Это выглядит, как почти какая-то стена. Я поворачиваю голову в попытке разглядеть лучше. Мои глаза, казалось, под естественным солнечным светом работают еще хуже, чем обычно. Мне нужно подойти ближе. Да, похоже, что напротив входа было отстроено некое подобие стены, с маленьким окном посреди камней. Видимо, чтобы кто-то за стеной мог смотреть и атаковать. Возможно ли, что это какой-то охранный пост? Если подумать, а в этом был смысл, они расположили здесь пост охраны, чтобы следить за входом в подземелье и отгонять любых монстров, которые приблизятся к поверхности. Наверняка прямо сейчас здесь поблизости есть стражник. И пока я размышляю, через оконцы в стене я вижу внезапный яркий красный свет и потом услышал резкое движение, как будто кто-то соскочил со стула. Внезапно из-за стены выскочило два человека, стоящих на каменной платформе, вероятно в метр в высоту. Это люди. Настоящие люди. Я слегка расстроен, что они не эльфы, но и люди же. На них какие-то металлические щитки с черными доспехами под ними. У них обоих на их поясах мечи, а на ногах зашнурованные до голени ботинки, тоже черные. Судя по их фигуре, один человек, видимо, мужчина, а другой – женщина. В руке женщины какой-то кристалл, который излучает яркий красный свет. Возможно, именно так они засекают приближение монстров. Похоже, что они рассматривают туннель, пытаясь опознать угрозу. Внезапно мужчина вскинул обе руки и, невероятно, они начали светиться ярким, обжигающим светом. Он закрыл глаза, чтобы, видимо, сосредоточиться на предании свету странной формы или на рунах, которые медленно появляются вокруг его рук. Я бесконечно поражен. Это магия. Настоящая магия. Святой Гэндальф. Гэндальф. В этом мире, в конце концов, возможно, магия. А боже, а боже, а боже, интересно, а эти люди могут научить меня? Спустя всего несколько секунд, стражник протянул руки вперед и пещера осветилась в ярком свете. Странные подсвечники на стенах вспыхнули ярким пламенем, разгоняя тень. Второй стражник протянула кристалл вперед и свет начал скапливаться и освещать угрозу. Что представляло собой? Им, меня. Какого черта я творю? Женщина-страж закинула кристалл в сумку, закрепленную у нее на поясе, и начала доставать со спины арбалет, пока глаза мужчины смотрели в мои, а его руки начали снова подниматься. Гэндальф. Он не выглядит дружелюбным. Бежать, 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 бежать. Энтони. Тупой ты идиот. Какого черта ты там делал рядом с стражами от монстров, когда ты сам гребаный монстр? Мои шесть ног начали резко двигаться, пока я разворачивался и начинал бежать, как умалишенный, дабы проскочить между камнями в туннель. Яркие огни пылающих факелов жгли мои глаза, из-за чего было трудно видеть. Но я не могу притормозить, из-за чего спотыкаюсь и запутываюсь в своих ногах. Я могу слышать позади себя крики и стук ног о камень, но я не оборачиваюсь, чтобы посмотреть. Справа от меня произошел жаркий взрыв и еще один по счастливой случайности лишь прямо передо мной. Это огненные шары, да, огненная магия. Смилуйтесь, я всего лишь крохотный муравей. Я могу лишь продолжать бежать на максимальной скорости, проскакивая между камнями и столбами, пока ищу укрытие. Двигай, 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 Энтони, идиот. Если я переживу это, то искупаюсь в своей собственной кислоте в наказании за этот идиотский поступок. Да я даже выпью воды из того чертового водоема. Пока я бежал, в камень прямиком между двумя из моих ног врезался арбалетный болт, обсыпав меня каменными осколками. Ё-моё, эта дамочка умеет стрелять. Мне нужна помощь, нужно их чем-то отвлечь или еще что-то в этом духе. А может, бежав на полной скорости, я быстро достиг более широкой пещеры, и то тут, то там здесь можно было увидеть маленькие туннели. Пока я бегу, я пытаюсь пересечь их, яростно махая в их сторону антеннами и стараясь засечь любой запах, исходящий из них. В первом ничего, во втором ничего. Ну давайте же, тупые вы. Да. В третьем туннеле я ощутил отвратительный запах, который как раз и искал. Не тратя ни секунды, я разворачиваю свою пятую точку к туннелю и быстро выпускаю три заряда кислоты. А пока я это делаю, у меня предстала возможность быстро взглянуть на моих преследователей. Бдак. Резко раскинув ноги в стороны, я прижался к земле, пока еще один болт пролетел прямиком над моей головой, разбив камень позади меня. Гэндальф. Это не выглядит хорошо. Глава 8. Титус. Титус грузно сидел за своим столом. Его стол во многом был схож с ним, неразукрашенный, грубый и твердый. Толстые доски из каменной древесины, которую он лично собрал во втором слое, составляли из себя поверхность, на которой он работал. Стол пришлось подвязать воедино, так как он не смог найти гвозди, которые бы прошли насквозь. Дерево было непреклонным и упрямым, и именно поэтому оно ему и нравилось. В его толстых, неграциозных пальцах был сложенный лист бумаги. Письмо, содержащее в себе злые и оскорбительные каракули. Еще одно письмо с жалобами от Союза наемников из отдела Терии. Титус свободной рукой потянулся к карману его куртки легионера, достав гладкую металлическую коробку, прикрепленную цепью к его поясу. Положив письмо, он использовал обе руки, располагая свои пальцы нужным образом. Все больше хмурясь, ему потребовалось четыре попытки, чтобы правильно поставить свои толстые пальцы, прежде чем коробка с щелчком не раскрылась. Из нее стол осветило голубое свечение, которое слегка освещало лицо Титуса, пока он держал коробку и внимательно изучал содержимое. Затем он закрыл ее и вернул в свой внутренний карман. Выдвинув ящик из стола, он достал чистый лист бумаги, взял ручку и начал составлять ответ. Каррин. Как было указано в изначальном объявлении пять дней назад, уровень маны в подземелье повысился и продолжает это делать. Легион считает, что волна может произойти в течение недели, но, как вы знаете, эти прогнозы неточны и волна может начаться в любой момент. В интересах поддержания ваших людей живыми, мы воспользовались нашим правом держать доступ к подземелью города Лирии под контролем и будем предпринимать любые действия ради безопасности граждан. От того, что некоторые из ваших членов не способны вести свою деятельность в подземелье в этот промежуток времени, я с сожалением сообщаю вам, что мне плевать. После волны или когда уровень окружающей маны вернется в норму, вашим членам снова будет дан доступ к подземелью, но не раньше. Прекращайте вонять, Титус. Командир Легион Бездны, Лирия. Возможно, не самое дипломатичное послание, подумал Титус, но он никогда не был хорош в том, чтобы быть милым перед идиотами. И это одна из основных причин, почему он не хотел эту работу. Почти что против его воли, его глаза скользнули к углу его кабинета, где, спрятавшись за собирающим пыль шкафом, был огромный боевой приставленный к стене топор. Будучи почти в два метра в длину от конца древка до вершины топорища, широкий металл не выглядел так, будто его много лет полировали. Вздохнув, Титус вернулся к своему письму, свернув и запечатав его воском, чтобы положить в кучку писем, которые позже в этот же день отправит один из его помощников. Пока он тянулся к следующему письму с жалобами, на этот раз от священника пути, он услышал звук шагов по камню, которые становились громче, пока несколько людей приближалось к его кабинету. Титус мог почувствовать, как кровь ускорила свой бег по его венам. Возможно, что в этот день он мог избежать бумажной волокиты. Спустя десять минут Титус прибыл в передовой гарнизон. Резко открыв огромную дверь одной рукой, он быстро вошел в здание. Солдаты на службе, все из них являющиеся легионерами, уважительно салютовали ему, пока он проходил мимо, стукая кулаками об покрытую доспехами грудь и склоняя головы. Без лишних слов, центурионы на службе следовали за ним, пока он шел по каменной площадке в сторону пролома в земле, которая была под земельем. Вход был 4 метра в высоту и столько же в ширину, достаточно широкий для того, чтобы проехала телега и прошла большая группа во время отправки в дальнюю экспедицию. Пространство вокруг входа было уложено из гладкого камня в 30 метрах во всех направлениях, следом стояла округлая стена 3 метра в высоту, окружающая вход, во все времена предназначенная для лучников и магов, создавая открытую площадку для убийств любых монстров, которые вырвутся из туннелей. Титус долго смотрел на расселину в земле, прежде чем шагнуть вперед, погрузив себя во мрак. Он не позволял себе глубоко вдыхать, как ему того хотелось, перенося воздух под земелья и огромное количество маны в нем в его легкие. Вместо этого он потянулся пальцами своей руки к камню. Его кожа проходилась по камням, пока он продвигался вперед. Внизу за ступенями он мог увидеть первый из нескольких охранных постов, на которых обычно было двое легионеров, но теперь на нем была команда из пяти человек. Они развернулись, чтобы поприветствовать его, пока он проходил мимо, но они были достаточно дисциплинированы, чтобы использовать тихое приветствие здесь в подземелье, сделав из их правого кулака раскрытую ладонь и разместив ее напротив своего сердца. Их командир кивнул в их сторону, прежде чем пройти далее, пересекая еще три поста, пока он не достиг первого. Эту стену охраняло десять легионеров. Два мага по очереди обеспечивали пламя, которое освещало туннель. Когда он подошел с двумя центурионами, по-прежнему следующими за ним, внутри поста охраны он обнаружил женщину, которую искал, раскладывающую карты на столе перед несколькими солдатами. Она увидела его и распустила своих людей, прежде чем поприветствовать. Командир Титус. Трибуна Урелия. Титус ответил на приветствие, прежде чем встать рядом с нею стола, взглянув на карты. Все карты показывали первый слой, с четко обозначенными проходами и точками сосредоточия маны. Ну разве эти идиоты в союзе наемников не хотели бы видеть такую детализацию в своих путеводителях? Они могли бы утроить цену на них. Какова ситуация, трибун? Командир. 15 минут назад к посту охраны приблизился монстр, после чего сбежал. Команда охраны дала сигнал центуриону на службе, прежде чем пуститься в погоню в пещеру. Сбежал. Титус скривился. Для монстров на первом слое было редкостью показывать достаточный уровень интеллекта, чтобы бежать от опасности. Это последнее, что ему было нужно перед самой волной. Как проходит приготовление к защите от волны? Защита проходит соответственно расписанию. Командир, хотя я позволила себе ускориться из-за недавнего события. Титус хмыкнул. Хорошо. На этот раз я присоединюсь к экспедиции подавления. Аурелия побледнела. Со всем уважением, командир, возможно для вас будет лучше располагаться. Мы оба знаем, где мне лучше всего быть. Аурелия, что-то не так, поэтому я пойду вниз вместе с экспедицией. Аурелия медленно кивнула и вздохнула. Этот упёртый старик был не способен сам себе облегчить жизнь. Всё войско легиона с радостью бы погрузилось в подземелье, но он решил пойти сам. Она покачала головой, именно поэтому он и был лучшим командиром. Дальше по туннелю можно было увидеть движение от пяти людей, которые выходят из тёмного конца туннеля, подходя к свету факела. Двое из них слегка хромали, поддерживаемые своими товарищами. Все пятеро солдат были грязными от покрывающих их доспехи крови и костей, но не их собственных. Титус вышел из сооружения для охраны и прошёл вперёд, чтобы поприветствовать его легионеров. Когда они увидели, как он подходит, они сразу же остановились, чтобы отсалютовать ему, оставаясь неподвижными, пока он не махнул в их сторону. Прекратите, какие у вас раны. Все пятеро поморщились. Ничего серьёзного, командир. Нас застали врасплох, вызвав небольшие порезы и статус отравления. Немедленно идите к медику, нам на службе нужен каждый солдат. Скажите, где вы смогли убить монстра. Солдаты замолчали, прежде чем покачать своими головами. Титус сжал свои зубы. Чёрт побери, кто те двое, кто первыми увидели это существо. Двое солдат, один мужчина и одна женщина, подняли свои руки. Идите за мной. Глава 9. Жить значит учиться. Привет, Энтони, ты крупный идиот? Ну что же, да. Да, Энтони, я крупный идиот. На самом деле, я из тех идиотов, кто танцует перед постом охраны людей, чтобы поздороваться с ними, когда я на самом деле ужасный монстр муравей больше метра в длину. Вау, Энтони. А ты и правда король среди всех идиотов. Да. Если все идиоты в мире услышат о твоих невероятных свершениях в области тупости, то они должны будут организовать религию вокруг тебя, молясь на тебя, как на их тупого бога всех тупых вещей. Согласен. Ё-моё, а мне повезло пережить этот кошмар. Будучи преследуемым двумя солдатами, уклоняясь от арбалетных выстрелов и заклинаний огня, у меня получилось найти туннель, в котором был отдаленный запах этих чёртовых многоножек. Хорошо, что они были дома и когда я выстрелил кислотой в их туннель, они вышли наружу, будучи чертовски злыми. С более десятком ворвавшимися в пещеру ужасных существ я чуть не убил убит этими многоножками, пока некоторых из них не поразили огненные шары и они не обернулись, чтобы атаковать стражников, давая мне возможность продолжить бежать в туннель. К этому моменту появилось ещё три стражника и они все разобрались с многоножками, будто они были отвратительными машинами по переработке насекомых и продолжили преследовать меня. Я приманил ещё три кучи многоножек, три, пока они не смогли занять солдат на достаточно долгое время, чтобы я мог проскользнуть к теням и скрыться. Я точно буду видеть в своих кошмарах эти ужасающие навыки атаки. Лучи света на клинках мечей, которые разрезали монстров в пяти метрах от хозяев оружия. Сверкающие языки пламени из рук солдата, который огнемётом поливал многоножек, запекая их до корочки. Как пугающе. И что я смог бы сделать? Укусить. Лучи света из моих челюстей не вылезает, чтобы кусать врагов на расстояние пяти метров. Какого чёрта, Гэндальф? Ну, как говорят, век живи, век учить. Я многое подтвердил для себя, благодаря этому несчастному случаю. Существование магии, существование общества людей и насколько же я слаб по сравнению со всеми этими опытными солдатами. Также я подтвердил то, как могу получать урон. После того, как в меня угодили осколки камня и немного подкоптили огненными шарами, мои ос уменьшились на пятнадцать, наполовину. Хорошо ещё мои ноги всё ещё работают, но я могу прочувствовать трещины в своём панцире там, где осколки камня прошли внутрь. Теперь посмотрим, как я могу регенерировать свои ос. Возможно, они восстановятся со временем или мне надо как-то вручную залечивать свои раны? Тогда это серьёзная проблема. Ну, по крайней мере, мне удалось извлечь выгоду из этого кошмара. Как много многоножек было убито и их тела были оставлены в открытом месте, полностью игнорируемыми стражниками, пока те уходили. Это чудесная возможность, которой они станут дожидаться. Эти грязные трупы представляют из себя ничто иное, как сокровище, целую гору богатства. Биомассу. Мне нужно заполучить эту биомассу. И ещё мне нужно быстро двигаться, иначе каждое существо в округе скоро притащится сюда за этими трупами. Конечно же я уже могу видеть некоторых существ, проползающих к груди тел. Чтобы свести шансы на сражение к минимуму, я бросаюсь к трупам, которые ближе всего к выходу из подземелья. Я в состоянии повышенной готовности на случай, если солдаты вернутся, но к счастью, они не возвращаются. Время шевелить булками. Схватив большой кусок от многоножки, фу, я рванул в ближайший проём в стене. Сбросив еду, я сразу же начинаю откапывать маленькую дыру в стене, закидывая туда еду и бросаясь обратно, чтобы взять ещё. После трёх ходок я могу увидеть, что всё больше и больше существ начинают битву за ресурсы, и происходящее сражение кровавое. Из боковых туннелей появились даже многоножки, чтобы попытаться съесть тела их павших товарищей. Беререр пройдёт не так много времени, пока хаос дойдёт до места, где нахожусь я, так что я быстро делаю ещё два забега, прежде чем взять большой кусок, а затем закопать остальную добычу в стене, надеясь, что оно укрыто. Затем я скрытно возвращаюсь в своё гнёздышко со своей добычей. Я не уверен, откуда поприходили все эти монстры, но они кажутся нескончаемыми. Их всё больше и больше появляется в пещере, будучи привлечёнными шумом и запахом. Надеюсь, шумиха скоро уляжется, чтобы я мог пойти и забрать остатки своей добычи. Впрочем, пока что надо поесть. Весь этот бег полностью вымотал меня и, надеюсь, перекусив, я смогу восстановить свою энергию и здоровье. Хрумфи. Ужасно. Вы открыли новый источник биомассы. Унгуйбус колопендра. Награда одна биомасса. Основной профиль Унгуйбус колопендра разблокирован. А, ну да. Гэндальф с его бонусом разнообразие добычи. Пока я продолжал есть, я открыл основной профиль, чтобы изучить его. Унгуйбус колопендра. Когтистая многоножка имеет сильные когти и ядовитый шип на хвосте. Ага, основной профиль продолжает показывать свою бесполезность. Когтистая многоножка, да, а в этом и правда есть смысл. Они же, в конце концов, многоножки с когтями. А если подумать, ведь кому-то на самом деле не хватает воображения. Молчишь, да. Гэндальф, не то что я могу тебя винить, именно тяжело придумывать. Вы получили одну биомассу. Фух. Я наконец закончил со своей едой, и быстро открыв свой статус, я взглянул на него. Имя. Энтони. Уровень. 2. Сила. 15. Стойкость. 12. Хитрость. 25. Воля. 18. Ос. 17. Ом. 0. Умение. Рытье. Уровень 3. Кислотный выстрел. Уровень 2. Хватка. Уровень 3. Укус. Уровень 3. Скрытность. Уровень 3. Чувство тоннелей. Уровень 1. Мутации. Глаза. Плюс 2. Вид. Это поразительные новости. Пока я продолжаю есть, мои раны точно затянутся, вернув мне идеальный вид здорового муравья. И мне еще нужно потратить биомассу. Меня ждет еще больше мутаций. Знаете, а это и правда звучит странно. Будучи человеком, стоит ли мне так сильно приветствовать мутации? Впрочем, думаю, я знаю, что хочу улучшить. Мутировать кислоту плюс 1 и антенны плюс 1. Вы желаете улучшить кислоту и антенны? Цена 2 биомассы. Да. Хочу. И. Пожалуйста. Без зуда. Хлин. Ха. Черт побе. Что за. Тупой зуд. Используя передние ноги, я продолжаю тереть свои антенны, но это не помогает. Это то, что я заметил, делаю в последнее время все чаще и чаще. Я знаю, что муравьи стараются поддерживать свои антенны в полной чистоте и у них даже есть специальные волоски в локтевых суставах их передних лап, чтобы помогать убирать пыли частички всякого из антенн, поддерживая их в отличной форме. Однако же чистка никак не помогает защититься от безумного ощущения, которое возникает каждый раз, как я мутирую. Также я ничего не могу поделать с жгучим зудом в том, что я могу лишь представлять кислотной железой в глубине моего тела. Как же это бесит? Ах, наконец-то. Фух. Я продолжил свой путь по усилению своих чувств, улучшив свои антенны, что повышает мое чувство запаха и способность замечать колебания воздуха. Также я предпринял первый шаг по повышению моих боевых навыков, улучшив концентрацию моей кислоты, которая на данный момент является моей единственной надежной атакой. Теперь мне нужно выйти, пройти через весь хаос и вернуться с остатками моего богатства. Пока я прохожу по пещере, цепляясь за потолок, я могу видеть, что вся шумиха начинает стихать и монстры начали есть, поделив территорию. Ну для меня так еще проще. Я сделал еще четыре захода и сумел принести все припрятанное в свое гнездышко. Я считаю, что это большой успех. Учитывая всю доступную биомассу, я не так много получил, однако смог получить так много, особо не рискуя, так что я очень доволен. Время перекусить. Покончив с едой, я получил еще две биомассы и пять ос, но решил приберечь эти два очка в надежде, что получу еще одно и снова улучшу свое зрение. Может после того, как снаружи все закончится, они оставят крошки для такого скромного муравья, как я. Время покажет. Глава 10. Изучение зверя. Альбертон. Альбертон. Открывай эту дверь. Глухой ты идиот. По каждую его сторону стояло по молодому легионеру. У каждого из них было белое от волнения лицо, пока они наблюдали за командиром легиона, который своим огромным кулаком продолжал так сильно бить по крепкой железной двери, что с холодного каменного потолка на их волосы падала пыль. Эти два солдата были первыми, кто увидел монстра, и теми, кто лучше всего его разглядел, так что Титус моментально отвел их к медику для обследования, а потом сразу же повел к легионскому хранителю Лирии. Прямо сейчас они были в нескольких этажах под землей, где воздух был влажным и пыльным. Сказать по правде, Титус не так долго стучал, но чтобы у него закончилось терпение, требовалось не так много усилий. Открой эту дверь, Альтертон, или я сожгу твои тупые книги, чтобы моя задница не мерзла, взревел Титус. Дверь сразу же распахнулась, чтобы показать за ней взъерошенного старика в коричневой мантеле, с бородой, похожую на изгородь и торчащую вперед, будто из его лица исходит стена из копий. Титус, безграмотная обезьяна, ты не посмеешь. Здесь тысячи лет истории легиона, закричала борода на командира, а Титус просто хмыкнул. Отлично, ты не спишь, сказал он, оттолкнув в сторону гораздо более худощавого Альбертона и войдя в комнату. Я всегда не сплю, запротестовал ученый, рассеянно разглаживая свою мантию. Сколько время? Титус лишь покачал своей головой и махнул двум молодым солдатам, чтобы они вошли за ним в комнату, что они сделали, немного встрепенувшись. В комнате был бардак, каждая поверхность была пыльной и заваленной кучей пергаментов, книг и свитков. Несколько столов и угловых тумб занимали центр комнаты, пока вдоль стен стояли огромные шкафы, простирающиеся от пола до потолка. Все полки шкафов были забиты огромными томами в кожаных переплетах, каждый из которых был обозначен шифром на переплете. Бросив взгляд на комнату, Титус высунул голову в коридор на время, достаточное, чтобы крикнуть уборка. И когда Альбертон начал протестовать, что в уборке нет нужды и они всегда мешают ему сосредоточиться, он все равно попросту проигнорировал его и начал говорить. Легионер-кадет Миррин, легионер-кадет Доннилан это хранитель знаний легиона бездны в области Лирии. Альбертон, мы здесь, Альбертон, для того, чтобы ты проверил записи и опознал зверя, которого два стажера увидели сегодня в подземелье. Альбертон с сомнением взглянул на двух стажеров. Разве экспедиции уже не были несколько дней как под запретом, что такого они могли увидеть на посту охраны у входа в подземелье, что не смогли узнать. Мы прекратили обучать легионеров тому, как выглядит шипастая ящерица. Если и прекратили, то это твоя обязанность, как хранителя знаний. Альбертон, вздохнул Титус. Альбертон, нам нужно, чтобы ты определил для нас вид муравья. Хранитель знаний замер. Ты имеешь в виду фармицида? Да. Глаза Альбертона начали бесцельно бродить по комнате, пока он переваривал информацию. Спустя пару секунд он снова сосредоточился и вернул свое внимание на людей, что стояли рядом. Не говоря ни слова, он повернулся и подошел к деревянной лестнице, которая стояла в углу комнаты. С некоторыми трудностями он приставил ее к одной из полок и начал подниматься наверх, изучая содержимое шкафа. На седьмой полке он потянулся к одному из томов и достал его перед тем, как с небольшим трудом слезть с лестницы. Бам. Огромный том упал на стол, подняв пыль в воздух. Стажеры ясно могли увидеть слово фармицида на украшенной золотой филигранью обложке тома. Пока Альбертон листал книгу, Миррин нерешительно повернулась к своему командиру. Командир, я знаю, что обычно мы не видим каких-либо монстров-муравьев под лирией, но все так серьезно, что мы одного увидели здесь. Доннилан также обернулся, чтобы услышать ответ. Титус прочистил горло. Один единственный муравей слаб, да жалкого слаб, но вы почти никогда не встретите одного единственного муравья. Они кишат в одном месте сотнями, тысячами или даже сотнями тысяч. Они гораздо более скооперированные, чем любой другой вид монстра, они бесстрашны, яростные и не чувствуют боли. Муравьиная колония может обчистить обширные участки подземелья, растя в силе, и если они породились на втором слое или выше, то могут в поисках пищи могут выбраться на поверхность. А муравьиная колония, вышедшая на поверхность, это катастрофа. Подобное случалось лишь дважды и целые королевства сгорели дотла, прежде чем их уничтожили. В подобных случаях прохрепел хранитель знаний. Обернувшись к двум молодым легионерам, люди не способны достаточно быстро отреагировать на угрозу, так как муравьи прекрасны в том, чтобы делать свои собственные туннели. Они не вылезают из входа в подземелье, а врываются в дома, подвалы и через тюрьмы в замках. Они прямо сейчас могут копать почву вокруг нас. Альбертон сухо усмехнулся, когда глаза стажеров подозрительно уставились на стену. А теперь опишите это существо для меня и посмотрим, сможем ли мы узнать нашего врага. И пока два молодых солдата приступили к описанию того, кого видели, Альбертон начал пролистывать страницы тома перед ним, бормоча про себя. Стажеры могли видеть, что каждая страница покрыта аккуратным шрифтом и детализированными рисунками различных видов муравьев-монстров в описанной мудрости поколений солдат легиона. Большие глаза, говорите, весьма необычно, по крайней мере, слава легиону, мы можем исключить вид Дорелус. Бормотал Альбертон. Доннила набернулся к Титусу, подняв бровь. Муравьи Дорелус почти что полностью слепы, объяснил он, однако королева Дорелус может отложить миллион яиц в месяц, а их колонии могут вырасти до 50 миллионов особей. Также они кочевые, бесконечно идут вперед и пожирают все на своем пути. Представьте миллион монстров, прорывающиеся через потолок, пробивающие стены и лезущие друг на друга, чтобы убить вас, так какая разница, что они не могут видеть. Разбрызгал кислоту, чтобы привлечь когтистых многоножек. Альбертон нахмурился, продолжая листать страница. Это редкость. Хранитель знаний. У тебя есть что-нибудь? Спросил Титус. Цвет монстра и разбрызгивание кислоты – весьма отличительные черты. Очень велика вероятность, что этот монстр – какой-то вид фармика. Определенно детеныш, судя по его размерам. Однако же есть и нечто странное в его описании. Существо, видимо, мутировало свои глаза, что очень необычно для муравья. Также весьма необычно его проявление интеллекта в его привлечении других монстров в битву, чтобы обеспечить свой побег. Титус кивнул. Я согласен с тобой. Обычный муравей-детеныш имеет характеристику хитрости в районе трех или четырех, но у этого муравья она явно выше. Что еще ты узнал? Возможно, что нам необычайно повезло, командир. И почему это? Вы сами сказали, вы никогда не видели, чтобы один муравей действовал в одиночку. Также мы знаем, что муравьи почти никогда не появляются на первом слое, так как же ты объяснишь одинокого детеныша, которого обнаружили так близко к поверхности. Я полагаю, что где-то ниже в подземелье на улей был совершен налет, и довольно юная колония была слишком слаба, чтобы отбить его. В результате часть молодняка вынесли из улья и перенесли ближе к поверхности, где каким-то образом смог вылупиться этот одинокий рабочий. То есть, возможно, мы узнали об угрозе гораздо раньше, чем должны были. Размышлял Титус вслух. Верно. Возможно, королева появилась чуть менее двух месяцев назад. Больше всего меня озадачивает, как же этот одинокий детеныш рабочий, возможно, самый слабый монстр во всем подземелье, смог выживать хоть какое-то время. Основываясь на полученной информации, мы можем утверждать, что этот муравей как минимум один раз мутировал свои глаза, возможно, дважды, как он получил биомассу. Почему он демонстрирует уровень хитрости гораздо выше ожидаемого? Все это очень озадачивает, командир. Согласен, сказал Титус, но возможность пойти против самой колонии вызывает у меня гораздо больше беспокойства, чем один единственный муравей рабочий. Нам нужно организовать дальнюю экспедицию для того, чтобы найти ли устранить угрозу. Время, конечно, ужасное, учитывая, что вскоре нами ожидается волна. Альбертон вздрогнул, похоже, это нечто большее, чем то, что мы можем взять на себя, командир. Согласен, сказал Титус. Легион выступает в подземелье немедленно, а пока что вы и я поговорим насчет вашего муравья. Альбертон горько вздохнул от слов его командира, пока команда уборки заполоняла комнату и сразу же приступала к перетаскиванию его бумаг для того, чтобы протереть пыль. Ученый мог лишь снова вздохнуть, выглядя крайне несчастным. Глава 11. Выселяют силой. Путь, не творение смертных, и даже чал на расцвете своих сил не мог так же сильно изменить наш мир. Нет, путь спустился нам откуда-то свыше, и с тех пор он освещает для этого мира дорогу вперед. Путь не смотрит ни на расу, ни на цвет, ни на вероисповедание, он всех принимает, а взамен, все должны принять его. Путь, наша дорога к возвышению, к более прекрасному состоянию. Система возвысит нас, но только если смертные объединятся, только тогда мы сможем следовать пути до его финального предназначения. Вырезка из Святой Книги Пути. Вчерашний день, как по мне, должен сказать, был слишком волнительным. И мое величайшее желание, чтобы этот день был более спокойным. Единственная моя цель пока что, попытаться найти еще одну биомассу, чтобы я мог мутировать свои глаза до плюс три, а затем, возможно, сменить мое гнездышко на более далекое от поверхности место. Однако не похоже, что мой день собирается быть настолько же мирным, насколько я надеюсь на это. Какого черта тут делают все эти солдаты? Когда я вышел из своего домика и двинулся в сторону пещеры, там уже повсюду были солдаты. Они систематически ходят по пещере, выманивая монстров из боковых туннелей и убивая их превосходящей силой. С моей позиции, спрятавшись в тенях на потолке, я могу видеть, что они построились вокруг водоема. Деревянные треноги простираются над водой и держат нечто вроде кристалла или устройства, поглощающего свет из воды. Откуда на Пангере они откопали такие причудливые технологии, что они поглощают? Что это за новомодные кристаллы то? А самое главное, как мне выбраться отсюда живым? Пещера полностью занята ими. Даже если я попытаюсь положиться на свою скрытность, я уже видел, что у них есть в наличии оборудование обнаружения монстров. Глупо думать, что я могу проскочить мимо, а даже если и могу, дорогой для меня останется лишь широкий туннель. Однако уже ясно, куда дальше они собираются продвигаться дальше в подземелье. Смогу ли я успешно спрятаться в своем гнездышке? Нет, я так не думаю. Когда они увидят почву, которую я натаскал в туннель, они могут понять, что это работа монстра, и начнут ее расчищать. Возможно, что они уже в курсе этого туннеля и поймут, что что-то не так, когда заметят разложенную землю. А в таком случае, какого черта мне делать? Тупые людишки. У меня остается лишь один выбор, но этот выбор почти стопроцентная смерть. Мне придется бежать мимо своего гнездышка дальше в туннель, в сторону места, где я впервые увидел крока зверя. Разве это не классический случай, когда из огня, да в полымя? Пока я прижимаюсь к теням около входа в мой туннель, натренированные солдаты уже начинают двигаться к моей стороне водоема, махая факелами, чтобы осветить тени и раскрыть каждое гнездо и туннель, которые могут быть спрятаны. У меня не так много времени, прежде чем они доберутся до моего туннеля. Почему этим солдатам нужно так усердно стараться? Передохните, пацаны. Расслабьтесь. Нет? Черт. У меня нет выбора. Настала пора потанцевать со смертью. Быстро перемещаясь, я проскакиваю в свой туннель и пробегаю до моего гнездышка. Мое сердце немного ноет, пока я пролезаю через маленькие щели, что я сделал у потолка, и оставляю мое временное укрытие позади. Это было относительно безопасное место в этом мире, мое единственное убежище. Оно было таковым лишь несколько дней, но за это время были и хорошие минуты. Если бы со мной было бы несколько моих собратьев муравьев, то это можно было бы назвать настоящим домом. А знаете что? Если я смогу найти свое родное гнездо, то оно может стать для меня самым безопасным местом. Я уже видел, какой прием меня ждет на поверхности в этом мире. Отнюдь не теплый, так что может настала пора попытаться найти свой собственный род. Род муравьев. В конце концов, как далеко меня могли утащить Атулья, прежде чем я родился? Он может быть ближе, чем я думаю. Будь позитивным, Энтони. Иди вперед и найди королеву. Или, лучше сказать, маму. Однако, я сделаю это в безопасной манере, без того, чтобы меня видели, но я надеюсь на это. Я выбрался из своего гнездышка в неисследованную сторону этого туннеля. Я не был здесь с тех пор, как очнулся в этом месте и увидел, как одного из моих сородичей съел живьем ужасный двуногий крокодил. С тех пор кое-что изменилось. Теперь я второго уровня и у меня есть несколько потраченных очков биомассы. Я уже не такой слабый, каким был ранее. Я крепко держусь за потолок всеми своими шестью ногами и начинаю осторожно идти вперед. Мои антенны машут во всех направлениях, а глаза усердно высматривают каждую тень. Мне кажется, Элитоннель выглядит ярче, чем в прошлый раз. Клянусь, вены вдоль стен светятся более ярким светом и пульсируют слегка более учащенно, чем они делали до этого. Что такое? Я осторожно приблизился к углу, за которым видел первого монстра. Черт побери, у меня крупная травма от этого места. Пожалуйста, без монстров. Пожалуйста, без монстров. Я заглянул за угол и, к счастью, никого не увидел. Фух. Оглядевшись, я не видел никаких следов от муравья, которого здесь ели, или от зверя, который ел. Пока что тоннель, похоже, продолжает уходить налево, для меня направо, так как я вверх ногами. Также я могу сказать, возможно, это мое чувство тоннелей подсказывает мне, что тоннель начинает медленно уходить вниз, дальше от поверхности и глубже под землю. Это фантастические новости. Уведите меня подальше от проклятой поверхности и отвратительных людских армий. Я снова уверенно иду вперед, постоянно крадучись. Стоп. Мои антенны начали что-то улавливать в воздухе. Всего в сотни метров дальше по тоннелю я почувствовал изменения в воздухе. И очень быстро я понял, в чем причина. Тоннель разделялся на два. Хаймым. Используя все свои чувства, я пытаюсь определить, безопаснее ли один путь другого. Я ничего не могу разглядеть, и несмотря на взмахи своими антеннами со всей силы, они также ничего не чувствуют. Я несчастлив от этого выбора. Один из этих тоннелей может означать моментальную смерть. Оба этих тоннеля могут означать моментальную смерть. Я не могу больше откладывать. Вы желаете улучшить антенны? Цена 2 биомассы. Сделай это. Бугааа. Я даже не могу попытаться расчесать свой зуд сейчас, так как я пытаюсь оставаться скрытным. Почему тебе это так нравится, Гэндальф? Со временем зуд прошел и мои антенны теперь стали явно длиннее, чем были до того, как я улучшил их в первый раз. С моими новыми и улучшенными чувствами, я снова попытался определить, какой из этих путей менее моментальный в своей смерти, чем другой. Погодите-ка. А это что такое? Все мое тело муравья начинает немного покалывать, пока я улавливаю слабейшие нотки запаха из левого туннеля. Есть в этом запахе нечто, что говорит со мной. Что же это, блин, может быть? А дурманенный этим ощущением, я выбрал левый туннель. Что бы это ни было, оно не ощущается для меня угрожающим, так что я исследую. Все равно у меня нет другой информации, куда можно пойти. Больше не бросая взгляд на правый туннель, я пошел по левому, прижимаясь к потолку, двигаясь, как всегда, с осторожностью. Пока я иду все дальше, тонкий аромат становится все более и более заметным, из отдаленного тумана он превратился в крепкие струи дыма. Стены в этом туннеле почти полностью состоят из камня, оплетенными уже знакомыми ветвящимися голубыми линиями, которые, кажется, идут повсюду. Мои ноги издают слабые царапающие звуки, пока я хватаюсь за камни своими крохотными коготками, постоянно держа свое тело на четырех ногах, пока оставшиеся две перемещаются вперед. Я еще не полностью скоординированный муравей, но, должен сказать, сделал уже большой прогресс в этом теле. Перейти от четырех конечностей к шести уже непросто, а перейти от двух ног, двух рук до шести ног, без рук целый подвиг. Потребовалось несколько минут, прежде чем я смог определить источник запаха. Но здесь разве что-то есть? Растерявшись, я оглядываюсь вокруг, здесь определенно ничего нет. Туннель продолжает уходить налево и слегка вниз, но я не могу увидеть никаких тел или существ еду какого-либо рода. Я использую свои антенны, чтобы прочувствовать камень передо мной и постепенно спускаюсь с потолка на пол этого туннеля. И пока мои антенны хлопают то тут, то там, на меня внезапно нисходит озарение. Феромоны. Как муравьи поддерживают связь без возможности говорить. Как муравьи создают такие длинные пути от улья до источников еды. Ответ. Феромоны. Используя железу феромонов они могут прокладывать дорогу из запаха для других муравьев, которые учуют и последуют по нему. Что-то мне говорит, что эта дорожка из феромонов была проложена муравьем-разведчиком, ищущим либо еду, либо пытающимся определить расположение украденного из улья молодняка. Мои сородичи зовут меня домой. Глава 12. Следы. Это поразительное открытие. Колония зовет меня, разжигает маяк, чтобы привести давно утерянного Энтони домой. Но все же, давай не будем особо уходить в разгул. Помнишь, Энтони, что случилось в прошлый раз, когда ты замечтался? Ты по-прежнему так и не вернул свой максимум ос. Изучив источник запаха на полу туннеля, я сразу же вернулся в мое удобное скрытное местечко на потолке и продолжил идти дальше по туннелю. Мне придется продолжать идти по этому пути, пока не найду след еще где-то. Туннель сам по себе стал все более неровным, извивающимся через землю, пусть даже он и продолжал уходить вниз. Пока я шел, я начинал чувствовать вибрации в воздухе, исходящие из этого туннеля. Передо мной определенно что-то есть. Я просто обязан действовать со всей осторожностью. И через 30 метров туннель снова разделялся. У меня начинало появляться ощущение, что эти туннели и пещеры собираются разделяться в весьма запутанную сеть туннелей. Тяжело будет за этим уследить. Чувство туннелей достигло уровня 2. Именно на это я и рассчитывал. Судя по описанию, этот навык помогает сохранять чувство направления, пока находишься под землей. Подозреваю, именно из-за этого я способен знать, в каком направлении туннель уходит или поворачивает, почти не думая об этом. Мне придется полагаться на навык в том, чтобы определять место, где я, и запоминать, что куда ведет. Так как я не могу засечь никаких следов феромонов ни в одном из туннелей, и ни один из них не выглядит безопаснее другого, я решил оставить отметку на потолке, прямо на разделении, которое укажет, куда я пошел. Если я создам и усвою простой набор символов для обозначения туннелей, то, надеюсь, это поможет мне все это запоминать. Нацарапав простую стрелочку на камне своими челюстями, я пошел по правому туннелю, и спустя 10 минут я вернулся обратно. Ну так вот, не скоро вы меня там увидите. Мне не понадобилось много времени, чтобы понять, что с этим туннелем что-то не так, и без того, чтобы заходить далеко, я почувствовал, что туннель слегка расширялся, создавая некоторую область, которую заняла группа ящеровых волков. Они в пятером лежали на камнях, обгладывая кости, которые видимо принадлежали их недавно убитой добыче. Я не был готов пытаться проскочить мимо них, так что развернулся и пошел назад. Какой мне использовать символ для моментальной смерти? В конце стрелки я начеркал грубую Х, как обозначение опасности и справа от нее как обозначение хвостов ящерных волков, прежде чем отметить левый тонн или войти в него. Надеюсь, эта дорога более пригодна. Спустя несколько сотен метров тоннель казался довольно безопасным, почти что приятным, пока он идет вперед. Погодите-ка, я остановился в процессе ходьбы. Одна нога замерла в воздухе, пока я усиленно смотрел в пространство перед собой. Это то, что я думаю. Перед собой я могу видеть едва-едва различимую тонкую серебряную нить, протянутую через тоннель. Я очень осторожно возвращаю свою ногу к своему телу и кладу ее на потолок, прежде чем сделать несколько шагов назад и изучить, что же я вижу перед собой. Без зрения плюс два я бы никак не смог заметить вовремя. Отражая мягкий голубой свет от каменных стен, через тоннель протянулись тонкие нити паутины. Я был так близок к тому, чтобы вступить в гостеприимство, которое я бы не пережил. Монстр-паук. Меня аж передернуло. Я ничего не могу с собой поделать. Я чувствую негодование. Гребаные пауки. Вы думаете, вы короли мира насекомых? А? Вы позволяете вашей паутине делать за вас всю тяжелую работу? Не такие честные, трудолюбивые работники, как муравьи. Если бы здесь было две сотни таких, как я, ох, парень, тебе бы пришлось не сладко. Осторожно осмотревшись, я не смог увидеть в этой паутине какого-либо паучка, но это не означает, что он не где-то поблизости. Я в сомнениях. Мне нужно либо пройти через этот туннель, либо вернуться к семейке ящероволков, чтобы попытаться проскочить мимо них. И так как мне не нравятся мои шансы на успех того, что я проскочу, я могу попытаться собрать кое-какую информацию об этом монстре-пауке, чтобы принять взвешенное решение. Немного подумав, я слезаю на пол туннеля и подбираю несколько камушков. Я попробовал, используя свои челюсти, бросать их на короткое расстояние. Звук удара камня о каменяхом разносился по туннелю. Быстро приноровившись, я выложил несколько камней рядом с паутиной. И взмахнув головой, я бросил в паутину камень. Камень ударился о сеть, заставив всю паутину затрястись, однако он не прилип и упал на землю. Не теряя времени, я бросил второй камень, а затем повернулся и отбежал, чтобы спрятаться в тенях и понаблюдать. Вначале ничего не было. Трясущаяся паутина дала лучше разглядеть аккуратный узор, покрывающий собой всю ширину туннеля. Со временем тряска прекратилась, но я все равно ждал. А вот и он. Я чуть не упустил его, так как двигался он по потолку, показушник. Одна нога, а затем и другая, показались из теней, пока появлялся монстр, чтобы изучить, какая жертва угодила в его паутину. Фу, он отвратительный. Восемь волосатых ног, их явно слишком много, поддерживают толстое выпирающее тело, пока он движется вперед, начиная изящно касаться и изучать паутину. Теперь я припоминаю, паук это арахнит, а не насекомые, как я. У меня три части тела, голова, грудь и брюшко, и шесть ног, в то время как у паука восемь ног, гадость, и две части тела, голова и брюшко. Паук не часть мира сильнейших у насекомых, он в нижней части пищевой цепи. Если присмотреться, то он кажется примерно моего размера. Вполне возможно, что это не высокоуровневый монстр. Паук начинает слезать с камня на саму паутину, изучая ее более внимательно. В моей голове начинает формироваться идея. Давай-ка немного подождем, пока наш многоногий друг не спустится еще ниже. Паук медленно двигался по паутине, все еще пытаясь определить причину переполоха, в то время как я сосредоточенно стараюсь прицелиться своим задом в цель, пытаясь определить расстояние. Терпи, терпи, огонь. Я выпускаю мощную струю кислоты, пытаясь выпустить свою атаку на максимальное расстояние. Сразу же после того, как отправил кислоту в полет, я начал менять свое месторасположение, чтобы затем посмотреть на цель и увидеть эффективность своей артиллерии. На таком расстоянии с точностью проблемы, и вместо того, чтобы угодить пауку прямо в брюшко, как я надеялся, кислота разбрызгалась по его правым ногам. Паук моментально отреагировал, развернувшись с невероятной скоростью. Виду предстали ужасные клыки, с которых на землю капало нечто темное, пока зверь разворачивается то туда, то сюда, своим множеством глаз смотря в тоннель в попытке определить своего противника. Кое в чем паук явно превосходит меня, даже с улучшением мое зрение вероятно не сравнится с врожденными глазами паука. У большинства пауков восемь глаз. Будучи одиночными охотниками, им необходимы превосходные чувства, во многом по тем же самым причинам, что и мне. Умение скрытности в этот момент показывало свою эффективность, пока мой визави безрезультатно пытался определить мое месторасположение. Возможно я сумел застать его врасплох, пока его внимание было сосредоточено скорее на паутине, нежели на тоннеле. Подобно соколу, я наблюдаю за движениями своей цели. Немного подергавшись, паук успокаивается и в защитной манере двигается к краю паутины, к стене, внимательно наблюдая за тоннелем. Я могу видеть, как его глаза слегка сверкают в свете тоннеля. Он явно думает, что отлично спрятался, глупый паучок. Я все это время за тобой наблюдал. И теперь ты полностью замер. Двигаясь медленно, ох как же медленно, я разворачиваюсь и готовлюсь выпустить второй заряд. Приняв во внимание высоту и угол наклона, не беспокойся ветре, я продумал траекторию полета. Огонь. Я обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, что кислота угодила в голову паука и разлилась на его брюшке, прилипая и стекая по волосатому телу монстра. Я могу услышать шипение боли от паука, пока он рвет и проходит за свою паутину, пытаясь обнаружить меня. А меня уже и след простыл. Как только я подтвердил попадание, я вдарил по тапкам и убежал оттуда. Преследуй меня, если так хочешь, тупой паучок. Если у тебя хватает смелости покинуть эту свою паутину. Глава 13. Орахнет хуже насекомого. Несмотря на мои смелые разговорчики, изнутри своего собственного панциря я дрожал, пока выжидающий высматривал, не преследует ли меня по туннелю паук. Я отступил до распутья, думая, что в худшем случае я могу спрятаться поближе к ящероволкам или натравить их на паука, а затем попытаюсь проползти мимо их логова. Но, к счастью, похоже, что этот паук такой же осторожный, как и я. А почему нет? Все, что ему нужно делать, это сидеть внутри паутины и ждать, пока его добыча сама доставит себя, застрянет и не будет способна сражаться. Буквально халявная биомасса. Вот честно, в подобном подземелье бытие пауком кажется простой сложностью. Во мне разрастается негодование к этому плетущему паутину нубу. Думая обо всех трудностях, через которые я прошел, пока этот болван сидит здесь и собирает халявный опыт, моя ярость достигает облаков самих небес. Чтобы мой гнев ушел, паук должен умереть. Конечно же я обдумывал такой вариант только после рассматривания шансов и, как мне кажется, я могу победить. Есть несколько причин так считать. Во-первых, туннель необычно яркий, так что заметить паука и его паутину не так трудно, чем когда я только появился в подземелье. Во-вторых, паук кажется маленьким, возможно таким же слабым, по характеристикам, как и я. Так что если я уберу естественное преимущество, которое ему дается от паутины, то победа у меня в кармане. Единственный вопрос, как мне удостовериться, что я не буду с ним сражаться в его паутине. С моими вчерашними двумя кислотными атаками я могу предположить, что паук потерял как минимум пять ос. Если только он не сможет добыть еду, чтобы восстановить силы, то я могу продолжать пытаться заманить его туда, где я смогу атаковать его с расстояния. Все просто. Минус моего плана в том, что чтобы выйти победителем, мне нужно несколько раз устроить засаду пауку, однако если паук с его ядовитыми клыками сможет меня подстеречь хотя бы раз, то тушите свет. Антенны вперед, глаза на распашку, мозгу действовать с острым, как лезвие умом. Ошибок быть не должно. Пройдя вперед, я еще раз достигаю паутины, изучая каждый камушек и высматривая в окружении прячущихся арахнидов. Однако, не намека на его наличие, этот уродец наверное зализывает свои раны за безопасной стенкой своей паутины, конечно же если у него есть язык. И раз я не могу его увидеть, то мне нужно поступить так же, как и раньше, пытаясь выманить поганца сюда, дергая его паутину. Как и ранее, я собираю несколько камушков и расставляю их в ряд перед тем, как бросить их один за одним в паутину. В этот раз я использовал четыре камня, пытаясь создать как можно больше мельтешения его паутины, чтобы убедить это существо, что прибыла доставка сочной добычи. Быстро спрятавшись в темном углу, я приготовился ждать. И я ждал, и ждал. Прошло полчаса, а не показалось ни одной волосатой ноги. Не выходишь поиграть, да, слишком желтенький. Чересчур цыпленок, чтобы, как мужик, сразиться лицом к лицу. Ну так тоже пойдет. Однако в первую очередь мне нужно удостовериться. Я еще раз заготовил камни, выстроил их в ряд и закинул в паутину, используя свои челюсти. На этот раз я зашвырнул семь камней. Паутина тряслась и дергалась под моей каменной осадой. И я опять отступил и приступил к наблюдению. Паучок, иди ко мне. Но все равно, никакой реакции. Туннель все такой же здесь, все так же тихо, через камни не издается даже намека на какое-то эхо. За время своей первой охоты я выучил свой урок, что терпение для монстра самое важное. Смерть таится за каждым углом, предостороженность нельзя снижать ни на секунду. И если этот паучок хочет поиграть в ожидалки, то я за. Я прождал час, прежде чем сделать свой ход. Паучок либо более раненый, чем я думал изначально, либо слишком осторожен, чтобы приближаться к этой части своего гнезда, после получения здесь в прошлый раз кислотного душа. Я должен перейти ко второй фазе своего плана по подрыву паутины. Используя свои антенны, я нашел наиболее легкие и некрепко держащиеся камни. После чего начал сдвигать их ближе к паутине, используя свои верные лицевые руки, известные, как мандибулы. Как только у меня появилось достаточно материала, я начал забрасывать его в паутину, заставляя тут трястись еще сильнее. И в отличии от более тяжелых камней, которые я использовал прежде, эти не заставляют паутину так сильно трястись, но делают то, что более тяжелые камни не способны сделать. Они прилипают. Хоп, хоп, хоп. Раз за разом я отправляю маленькие камушки в паутину, где некоторые пролетают и падают, а некоторые касаются нитей, оставаясь висеть в воздухе. Мне не нужно покрывать ими всю паутину. Лишь область, достаточную, чтобы я прошел, не попавшись. Тогда я смогу проникнуть во внутренний покой моего визави. Сделав пол работы, я воспользовался возможностью, чтобы отступить и спрятаться, на случай, если паук все же вылезет из-за постоянного вмешательства в его паутину. 30 минут спустя я снова вернулся к работе. И так как паук отказывается показывать себя, я стараюсь покрыть наибольшую часть паутины у пола как можно большим слоем. Если моя нога застрянет в этой чертовой паутине, то я могу быть не способен освободиться самостоятельно. Со временем я был достаточно удовлетворен работой, чтобы попытаться протиснуться внутрь. Будучи максимально осторожным, я просовываю свою антенну через каждую сеть, через которую планирую пройти, проверяя на возможные проблемы. Ничего не обнаружив, я вхожу в логово зверя. Это наиболее опасная фаза всей операции. Хоть я и обеспечил себе путь отступления, здесь, в логове этого создания, может быть любое количество скрытых мест. Я должен быть осторожен. Шаг за шагом я продвигаюсь вперед, пока мои глаза изучают каждый сантиметр стены потолка. Малейшее ослабление концентрации может быть наказано смертью. Мне нужно попытаться быть как можно более скрытным, однако темные, скрытые в тенях места все тяжелее найти. Проходящий по стенам голубой свет определенно усилился за последние дни. По крайней мере это работает в обоих направлениях, пусть я и не могу как следует спрятаться, но мой противник так же не может. Здесь, внутри гнезда паука, я могу видеть нити, протянутые то тут, то там вдоль стены пола. Некоторые из них настолько хороши, что их едва видно на свету. Я колеблюсь почти с каждым шагом, пытаясь быть уверенным, что не ставлю свою ногу не туда. А это что такое? Я вижу какую-то фигуру вон там, рядом со стеной. Я не могу быть уверен, это камень торчит, или это нога? Получи, распишись, ука. Подобно молнии вперед летит струя кислоты. Кислотный выстрел достиг уровня 3. Ха. Должно быть попал. Теперь остается лишь одно. Вот именно, бежать. Вахахахаха. Ты не поймаешь меня, паучок. Я как ветер в степях, я как газель, прыгающая по равнинам, как сокол, парящий в чистом небе. Ах, нить. Я прилип. Он поймал меня, он придет за мной. Я так и умру здесь, до того, как встречусь со своей колонией. Я о стольком сожалею. Я слишком молод, чтобы умирать. Если так подумать, мне и месяца то нету. Вы сразили уровень 1 поэрорнее. Вы получили опыт. Пожалуйста, не убивай меня, паучок. Мне столько всего еще нужно сделать. Я до сих пор не знаю, могу ли я эволюционировать, как покемон, и насколько круто это может быть. Ты же не хочешь, чтобы я умер до того, как это узнаю, да. А еще, еще чего. Обернувшись, я смог увидеть, что одна из моих ног растянула нить паука, лежащую на земле. Сильно потянув, я смог освободиться. Оказавшись на свободе, я вернулся туда, где заметил паука, только чтобы увидеть маленькое создание, несколько обожженного от кислоты, лежащего на спине и показывающего потолку свои свернутые ноги. Прости, паучок, я тебя переоценил. Глава 14. Скоростная дорога. Вы употребили новый источник биомассы. Пуэрорнее. Награда 1 биомасса. Основной профиль пуэрорнее разблокирован. Вы получили одну биомассу. Пуэрорнее. Паук-ребенок. Новорожденный монстр-паук полагается на паутину, чтобы захватить свою добычу. Я испытал великий стыд. Ясно же, что та ярость, которую я направил на паука, то презрение, которое я к нему испытал за то, что тот заплывал жирком, находясь за уютной паутинкой, были неуместны. Этот монстр-малыш-паука. Вполне возможно, что ему так и не удалось получить хоть какую-то биомассу. Как жалко. Твое существование такое жалкое. Мы не будем обсуждать, как для тебя все кончилось. Мне жаль, юный паучок. После моих первых двух выстрелов в кислотой паук уже был тяжело ранен, без всякой возможности восстановить тот ущерб, что нанесла ему моя кислота. Этот жалкий объем здоровья был сметен почти полностью. Когда я вошел в его гнездо, чтобы продолжить битву, он уже был на грани смерти. Моего последнего выстрела хватило, чтобы сразить его. Будучи всего первым уровнем, я уверен, что он не дал много опыта, однако, вкусив его, его вкус вы сами можете представить. Я получил еще две биомассы. И опять же, глаза плюс три в недосягаемости. С моим зрением, которое не в ужасающе плохом состоянии, я могу сконцентрироваться на других аспектах моего тела. Может тогда я действительно смогу с кем-нибудь сразиться. Мечтай больше. Я плох сам по себе. Мне нужно узнать, как я могу вырасти до по крайней мере взрослого муравья. Может мне нужно получить еще больше уровней. Но прежде, чем это случится, мне нужно определить место, где я смогу охотиться. Сразив неудачливого арахнида, я по крайней мере обеспечил себе путь вперед, так что у меня не такой богатый выбор, куда же продолжить свое путешествие. Использовав камни и землю, я прорвался через паутину на другой стороне гнезда, пролезая там еще раз мимо нитей. Войти в скрытный режим. Вскарабкавшись обратно на потолок, я снова осторожно двинулся дальше по туннелю. Прошло не так много времени, прежде чем я обнаружил кое-что новенькое. Пролом, который ведет прямиком вниз во мрак. Прямиком в середине туннеля пол внезапно уходит вниз и вот передо мной дыра четырех метров в диаметре, в которой я не вижу дна, несмотря на проходящие через каменные стены светящиеся нити. И насколько же здесь глубоко. Туннель, по которому я продолжаю идти, идет дальше, так что опять меня поставили перед выбором. Если предположить, что чем глубже, тем опаснее, то мне стоит оставить свои исследования этой шахты до других времен. Но все же я уделяю время тому, чтобы понюхать край этого проема своими антеннами, ища какие-либо признаки оставленных следов. Ничего. Я немного разочарован, но в то самое же время почувствовал облегчение. Я бы предпочел не идти глубже в эти туннели, если могу этого избежать, но так как подниматься в туннелях также небезопасно, из-за угрозы болезненной смерти от людей, пойти вглубь может быть более мудрым решением. Ах, голова раскалывается. В конце концов мне видимо придется изучить все варианты. Нет нужды заранее думать об этом. Пройдя мимо пролома я пошел дальше по туннелю, осторожно сканируя окружение, как я делал до этого. Спустя 20 минут произошло еще одно открытие. Как оказалось, мой маленький туннельчик соединен с гораздо более большим, похожим на пещеру, в которой я был до этого. Это огромная область, как минимум 30 метров в ширину и 20 метров в высоту. Расположившись у выхода моего маленького туннеля, я уже могу видеть входы в другие маленькие туннели, исходящие из этого места. А я знаю, что это означает. Еще больше монстров. Я уже смог увидеть несколько прошмыгнувших между нагромождением скал монстров, а еще больше услышал. Интересно, это место не продолжение литой пещеры, в которой я был прежде. Может я только что сделал огромный крюк и вышел туда же, откуда пытался уйти. Мне нужно быть осторожным. Первым делом я отступил обратно в маленький туннель и начал искать область мягкой почвы, которую смогу копать. Мне пришлось вернуться назад где-то на 100 метров, однако я нашел область стены, с которой могу работать. Далее я опять начал строить свое гнездышко, прорывая дыру в стене туннеля и доставая куски почвы и камней, чтобы перекрыть туннель. Я просто не чувствую себя в достаточной безопасности, пока не разложу достаточно крепкий слой защиты вокруг себя. Понадобилось несколько часов, но я раскопал уютное темное гнездышко и сумел перекрыть туннель в сторону новой пещеры, оставив небольшое отверстие под потолком для того, чтобы я мог пройти. А еще, рытье достигло уровня 4. Пусть даже это и довольно бесполезное умение, приятно расти и совершенствоваться. А если подумать, я уже довольно развитый маленький монстрик, чем когда я только начинал. Мои чувства острее, моя кислота сильнее, а мои умения выросли. Я все еще довольна жалоб в бою, я это знаю, но все же. Позвольте мне погордиться собой. Гнездышко устроили. Время передохнуть, чтобы исследовать новую территорию и, возможно, поохотиться. Мне нужно быть в лучшей форме, так что я решил немного прилечь. Я опускаю свое крепкое тельце вниз, разложив ноги в стороны. Я не могу на самом деле закрыть свои глаза, так как у меня нет век. И это, как минимум, немного странно. С момента, как я растил в прошлом насекомых, я знал, что муравьи не спят на самом деле, но по своей сути замирают на месте или некоторое время отдыхают. Это состояние называется ступор. Пока я остаюсь на месте или не двигаюсь, я постепенно впадаю в вялое состояние, где мало обращаю на что-то внимание. Все раздражители уходят на задний план, а мой разум постепенно отдаляется от чувств. И я закрываю глаза. Без того, чтобы на самом деле закрыть мои глаза. Спустя некоторое время я пробуждаюсь и подтягиваю свои ноги, готовясь подняться и пойти к новым свершениям. Мой разум освежился. Пиковая эффективность достигнута и настало время для исследований. В данный момент есть две вещи, которые меня волнуют. Первое, я хочу попытаться добыть еще одну биомассу, и тогда я смогу еще раз улучшить свое зрение. И достигнув этого, я уже не буду пытаться добыть еще четыре биомассы для получения плюс четыре, а начну улучшать остальную часть моего тела. С еще более сильными ногами, панцирем, мандибулами и кислотной железой, я буду чувствовать себя гораздо более уверенным во время охоты. А во-вторых, мне нужно получить еще больше опыта. С еще большим количеством уровней я возможно смогу улучшить свои характеристики или вырасти во взрослого муравья, что может сильно повысить мои шансы на выживание. Также у меня есть план, чтобы попытаться безопасно получить больше опыта. Надеюсь я у меня получится его испытать в той пещере, так как там много монстров. Ну, мне кажется, получится. Я вылез в большой тоннель и быстро залез в укрытие между камнями на потолке. Моя скрытность уже давно достигла третьего уровня. Надеюсь я смогу ее еще поднять, пока скрываюсь здесь от монстров. Оглядевшись вперед и назад, могу сказать, что слева от меня пещера постепенно уходит вверх, как будто изгибаясь на расстоянии. Я не могу не задумываться, не является ли этот тоннель дорогой, которая идет от пещеры, в которой я был прежде. Не кружил ли я, просто чтобы оказаться снова прямиком перед солдатами. Похоже, что эта часть подземелья в основном состоит из таких основных тоннелей с маленькими ответвлениями во всех направлениях, создающих пространство для маленьких монстров, чтобы они могли существовать и объединяться. То есть большие тоннели, это шоссе, а маленькие улицы, ну что-то вроде того. Махая своими антеннами, я двинулся в сторону спуска тоннеля. Чувство тоннелей достигло уровня 3. Хах. Так попытавшись определить направление и разложив карту тоннелей в своих мыслях, я поднял уровень своего чувства тоннелей. Странные ощущения от того, что система способна следить за моими мыслями. Ну уровень умений, это то, что пока что может лишь помогать. Надеюсь где-то в этой стороне я смогу найти то, что ищу. Я уже заметил здесь два новых типов монстров. Первый, большая крыса, но с тремя хвостами, каждый с некоторого рода шипами. Я уж точно не хочу связываться с этим парнем. Второй монстр, существо, похожее на моллюска, с длинным слизистым телом, покрытым органически выглядящими шипами ярких раскрасок, почти как кораллы, растущие прямиком из спины этих существ. Стоит помнить о них то, что они как минимум в два раза больше меня и явно способны двигаться по стенам, так как я уже видел двух из них, расположившихся вертикально. Ненавижу слезняков. Тьфу. Они похоже не могут быстро передвигаться, но я бы сильно удивился, если бы узнал, что эти ребята не имеют какого-либо яда. Просто на всякий случай, надо будет попытаться не пересекаться с ними. Ах-ха. Я начинаю слышать милый звук, который и надеялся услышать. Рыки зверей и царапаньи когтей, которые раздаются впереди. Только вперед, со скоростью тени грива. Пп. Во-первых, погуглил про сон муравьев. Гугл не согласился, что муравьи не спят. Типа они засыпают на несколько десятков секунд. Та же королева способна около сто раз на дню зависать, не обращая ни на что внимания. И в сумме все это время равно времени, что человек тратит на сон. Тени грив, конь Гэндальфа. В оригинале Шадофф Акс. Может это отсылка к кому-то другому? Хазе. Для меня в новинку. Гугл вообще изначально видит в этом музыкальную группу. Спасибо за прочтение. Глава 15. Как в последний раз. Этот мир имеет причудливую систему, как в играх. И информация, которая мне нужна больше всего, это то, как именно работает система. Ну например, как система присуждает опыт, когда монстр умирает. Он распределяется между всеми, кто нанес урон. Или весь опыт достается тому, кто сделал последний удар. Я никогда не получал системных сообщений во время боя, только когда противник испускал последний дух. Так что могу предположить, что только если кто-то умирает, то за это даются очки опыта. Давай-ка тогда проверим несколько теорий. Пока я приближаюсь, звуки боя становятся все громче и громче. Придерживаясь теней, я выглядываю между камнями, чтобы опознать воюющих. И я оказался перед яростной схваткой четырех мерзких многоножек и крока зверя. Сияющая борода Гэндальфа. Как же я ненавижу этих тупых многоножек. Они думают, что они такие потрясные. Четверка ползающих монстров окружила гораздо более крупного, неуклюжего, проходящего крокодила, прыгая и отступая, чтобы отвлечь своего противника и создать возможности для других. Крокозверь старался изо всех сил, чтобы не потерять из виду ни одного из своих противников, но они были слишком вертлявыми, постоянно бегая, кружась и двигаясь. Зверь уже был ранен в нескольких местах, можно было увидеть зеленую жидкость, вытекающую из ран существа. Но он не собирал создаваться без боя. Одна из сорока ножек уже дергалась у его ног, разорванная на две половинки. Удар. Укус. Монстры кружились в смертельной битве, махая когтями и клацая клыками. А это довольно захватывающее зрелище. Однако я стараюсь приглядывать за своим окружением. Последнее, что мне нужно, это чтобы один из этих глупых слизней подполз и сожрал меня, пока я не смотрю на него. Что удивительно, кажется большинство монстров дают разгуляться этому бою, не желая быть втянутыми в битву между такими опасными противниками. Однако я был бы рад внести свой вклад в него. Крокодил щелкнул своими челюстями в сторону одной многоножки, махая своими когтями, чтобы сдерживать других. Его хвост яростно дергается позади него, стараясь защитить уязвимую во время поворота в спину. И внезапно крокодил согнулся, присев. Вот оно. Я быстро оборачиваясь и начинаю прицеливаться, пока крокодил прыгает вперед на одного из своих мучителей. И выпущенный заряд моей кислоты обливает собой эту глупую мерзость. Как можно быстрее я еще раз навожу свой прицел и делаю еще один выстрел уже в самого крокодила, расплескав обжигающую жидкость по его левой стороне. К этому моменту гигантский крокодил уже сжал в зубах свою жертву, махая своей массивной головой из стороны в сторону, несколько раз щелкнув челюстями, звучно прогрызая многоножку, которая безумно извивается в смертельной хватке монстра. Однако же, смело выпрыгнув вперед, крокодил оставил себя открытым для остальных трех многоножек, включая жертву моей подлой атаки, которые налетели, не желая упускать такого шанса. Воспользовавшись верной смертью своего товарища, они бросились вперед, ликующе извиваясь, погружая клыки и когти в крока зверя, отрывая от своей жертвы куски. Одна из многоножек подняла заднюю часть своего тела, показав шип, который вылез и вошел в спину крокодила, явно вводя какой-то яд. Большой монстр зарычал от ярости и мощным ударом челюсти и разделил многоножку на две половины, которые улетели в темноту, прежде чем повернуться к оставшимся вредителям. Однако с ожогами от моей кислоты и с ядом в организме, двигается он все медленнее и медленнее. Три окружающих его многоножки отбегают от монстра, кружа на расстоянии и ожидая, пока яд и нанесенный урон измотают их жертву. Цель моей атаки отошла дальше остальных, играя роль дополнительной защиты, шипя и клацая челюстями в окружении в неуверенности, где скрывается противник. Гве хихихихихих. Я здесь. И я еще раз стреляю в эту многоножку, угодив прямиком в хвост. Это создание визжит и извивается, яростно клацая, пока своими глазами бусинками пытается определить мое укрытие. Не сегодня, глупенький. Обычно я бы не действовал так нагло, но с тем, что их охота почти удалась и что окружающие монстры могут к ней присоединиться, сомневаюсь, что многоножки будут настолько глупы, чтобы оставить свою добычу и попытаться выследить меня. Так что я еще раз устраиваюсь в тенях и готовлюсь наблюдать с безопасного места на потолке, как ситуация развернется далее. Крока зверь к этому моменту уже сильно ранен, он тяжело хрипит, делая вдохи. Однако глаза зверя по-прежнему полны жизни и ярости, и многоножки проявляют уважение к своему чудовищному оппоненту, продолжая ждать поодаль, слегка отступая каждый раз, когда зверь делает шаг вперед. Моя жертва уже двигается медленнее, будучи раненый, но при этом отказывается быть еще дальше от крока зверя, дабы быть достаточно близко, чтобы претендовать на кусок с их жертвы охоты. Крокодил уже на пределе, будучи уже без сил, которые можно вложить в битву. Каждый вдох дается.